дорогие друзья приветствую вас приветствует вас миссия открытые небеса меня зовут волчков максим я являюсь основателем лидера этого товарищества товарищества так на украинском описано товарищ собрание коллектив и которые согласились собраться в одном духе в одном мышлении собраться в одну такую хорошую компанию для того чтобы исполнить волю божью здесь на земле основная тенденция нашей миссии основная цель нашей миссия привет я вижу вы подключать вы уже ожидали этого времени я верю это будет прекрасное время прекрасное время снаряжение святых на его хуже супер аллилуйя да тео мой молодец хорошо хороший пример вы пишите и я хочу чтобы вы также друзья писали кто вы ему короткая я из россии здравствуйте я антаркида слава богу мне найти сразу как только я вот делал кнопку прямой эфир сразу как наполнило меня я сидел он просто думаю готов готовится сейчас надо что-то сказать подготовиться аппаратуру этот ноутбук планшет тетрадь комплект телефон освещение мысли чего начать как говорить и нате такой рабочий режим и потом смотрю же время и нажимая кнопку и прямой эфир запускает и меня сразу слава более активировать супер аж смешно аппарату смешно с веселое хорошее настроение все сзади осталось друзья слава богу приятно очень видеть такое международное собрание слава богу слава богу за вас слава богу о том что вы серёга там привет привет брат давно уже тебя не видел так ты вообще такой хороший друг мощный служитель али вы за тебя супер друзья да и вы все крутые крутые в господи я верю что готовь я думал об этом что вот в эти эфиры господь приводит жаждущих людей да хава богу сегодня много очень у жителей хороших у жителей проводят прямые эфиры кто-то посвящает конкретно только чьи-то молитвы за людей супер в это такое хорошее время очень важно поддержка и и и ну вообще если честно это всегда должно быть это не я не могу сказать то сегодня открыт как это охотничий сезон на болезни эти у меня прочитал фразу фейсбуке открыть охотничий сезон я сразу не понял я привык христианские новости смотреть и тут открыт охотничий сезон я думаю ого на кого на сатану или открыть сегодня сезон на на болезни сегодня будет от трил болячек от трил демонов всех нечистых духов немощей болезней там всяких там вирусов раков кроветок отлов друзья на самом деле говорил ранее для тех кто принял царство небесное свою жизнь и начинает развивать восприятие своей жизни через призму реальности существующего царства небесного вот как будто ты живешь в коконе я вам такой даю совет живи в таком понимании тебе не обязательно куда-то прятаться уделяться в какую-то страну или прятаться в пещеру нет наоборот ты должен быть среди людей ты должен видеть их нужды ты должен видеть традания ни в коем случае ты не должен уделяться или прятаться понимаете это ну знаете каждому как бы поверью каждого есть свое понимание и я не хочу сейчас кого-либо осуждать но и мое лично я говорю за себя в том что я читаю библию надо ее прочитал что я соль земли я цвет земли уже говорил это это железное правило читающих библию это такое железобетонное правило неукоснительное правило всех людей которые читают библию когда ты открываешь библию это личное письмо тебе это говорит о тебе сам бог как будь бы со страниц может прийти тебе и ну а твой уже твой уже выбор твой выбор принимать это слушать применять это к себе или или к соседу а бог кому о ком-то о нем нет к себе это тебе бог говорит а тебе бог говорит это послание любви вся библия говорит об иисусе тот который стал тобою близок там захотел там захотел ты его не знал ты его не искал ты не стремился к нему ты не делал никакие вещи поступки мотивирующий бога прийти к тебе но до того как ты возлюбил его он полюбил тебя и это самое большое чудо друзья фраза что бог убил тебя до того как ты полюбил она исцеляет она исцеляет реально исцеляет исцеляет душу потому что самая большая за привет привет витя калуги замечательная мысль тогда делали служение а левую слава богу молодец брат знаете эта фраза исцеляет потому что препятствие сегодня у людей это в том что но богу в том что они думают так мысли что если ну тех людей которые верят в существование бога в том что у бога есть претензии к ним что так просто богу нельзя приблизиться так бог просто богу не подойти уж тем более просить создано целая серия целый приближаться к богу и найти это вот как будто пахнет еще этим средневековьем когда вы помните да когда людей не было доступ к писанию и каждый ну священник не священник ну каждый трактовал как бы своих личных мотивов так как хотелось ему и люди были конечно очень сильно людей доставляли покупать спасение людей заставляли там на ступеньках ползать до сих пор ползают я увидел недавно ролики ну там из стран там где очень развита католицын и до сих пор увидел что люди на коленях идут там ползают и и они считают что они проявляют великое смирение послушание и почтение бога ну не будем говорить о них если они так думают если если их это мотивирует если это и стимулирует осознание что бог обратил на их внимание ну слава бог за них ну конечно то библии нет но я говорю друзья о том что к сожалению создана целая сеть ложных таких растянутых в ближении бога и из-за этого создание людей не выстроен четкий прямой алгоритм мышления связи с господом связи доступность а если доступность мы доступны кому к сверхъестественному великому богу аллилуйя то естественно если нету связи к нему то нету и ожидания сверхъестественного а если нет ожидания если нет связи нет веры то естественно результативность сверхъестественная результативность жизни проявления царства божьего она уменьшается это факт мы видим писание читаем евангелие о том что иисус говорит и свидетельствует о вере что вера является тем и богом и богом между видимой реальностью и невидимой реальностью и благодаря вере мы соединяемся с ним благодаря вере мы входим в его присутствия остаемся там аллилуйя слава богу и именно это дает нам возможность увидеть слава боже друзья я своих чисто для себя то что я сейчас говорю свидетельствую вам друзья привет привет эстония армения очень приятно видеть вас друзья слава богу знаете я лично для тебя увидел для тебя такой вот момент очень важный как я могу понимать библию я понял понятно слово божье тем более вероятно что я это буду исполнять чем больше это для меня непонятно то вероятность того что я буду это делать она сводится к нулю я увидел лично для тебя что много очень вещей непонятно за меня библии да я уважаю библию я уважаю послание я уважаю проповедующих я уважаю церкви уважаю все и также я увидел что много людей которые ходят в церковь которые ну прошли уже такие этапы крещение посвящение принятие христа водное крещение крещение духом святым или еще какие-то там крещения разные там лидером моисея в облако там ну разные свои моменты и я это ну тоже прошу потом но я увидел что люди целом как остаются энердными пассивными как остаются ограниченными и связанными событиями обстоятельствами так им остается светлана горюн во имя иисуса христа прямо сейчас катаракта уходит из вашего глаза во имя иисуса христа друзья мы сейчас начнем наше служение с молитвы сегодня очень хорошее слово оно мне подходит и это важное слово и я хочу продолжить я знаю что ну то что вы будете писать это же тут читает и естественно он будет отвечать спасибо тебя господь и я увидел что он много людей в сути не разбирается в понимании о чем говорит бог им через библию или за люди не делают не видя славу божию так как должно быть на самом деле как должно быть как обещано слове боже и более того что из-за этого начали прорастать различные учения об особенных людей об особенных помоганиях помогания помогания во должно быть и но это значит его нету но у вас она есть они а люди говорят а где она вы знаете много таких очень мистических слов таинств таинств и все люди мы в таинстве а что за таинство что с этим там что делать мало кто понимает и из-за этого результативность служения и результативность жизни конечно же падает но вера это как мы прямому доступны понятны которые ты выстраиваешь внутри своего мышления между невидимая реальность между собой невидим реальностью божий присутствие ведь бог присутствует рядом с тобой это факт это факт более того господь присутствует рядом со всеми людьми исцеляется мочево-половая система глины во имя этот бог но не все видят это не все ощущают это не нету многих понимания нету концентрации фокусировки нету моста между этой видим рядом и поэтому это станку это остается невостребованным действием но это факт и конечно же верующие люди это люди которые изучают небесное изучать слово божье и и открывается духом святым открывается через слово божье о реальности присутствия господа в их жизни как и всех людей но мы говорим знаете как твоя рубашка ближе к телу конечно же первую очередь ты развиваешь как тебе это понятно ты не можешь рассказать евангелие другим людям пока тебе самому не станет понятно и рассказывать чужие проповеди если ты будешь кому-то рассказывать что чужие свидетельства они будут конечно как-то мотивировать людей вдохновлять слава богу но самая большую силу твоего слова твоего благовестия имеет то как ты сам лично это понял как ты это испытал и то что ты прошел вместе с господом самая большая сила влияния евангелие что действие которое будет происходить через тебя поэтому конечно же дорогой друг брат сестра важно чтобы лично ты испытал узнал открыл для себя реальность присутствия господа иисуса христа лично твоей жизни вместе с ним вместе с год вместе духом святым ты открыл ту изобилие который бог приготовил для тебя и и конечно ты с этим может тогда делиться поливу если ты открыл какая сила в тебе какое преимущество ты имеешь в господи в этом мире то ты можешь об этом говорить и свидетельство и не просто на словах а в действий если я для себя открыл какая сила находится во мне сила божья смотрите друзья я хочу говорить вещами которые вы можете применить себе вот я говорю в результате и благодаря присутствия духа святого во мне я стал видеть чудеса я видел кстати исцеление изменения там моей жизни жизни других людей вот ты это слышишь сейчас и у тебя срабатывает и во мне есть дух святой супер значит это для меня возможно да вот ты уже начинаешь мозг устраивать я говорю вы знаете друзья до того когда я не знал христа а он бы уже рядом с ним конечно был ведь послание божье говорит о том что бог примирил с собой уже весь мир примирил примирил означает убрал рожду то есть объединил уже с собой объединены с небесами но они не видят это проявление почему потому что их личный выбор не обращен господа помимо божьего присутствия мы должны иметь еще бог в своем раду и тогда происходит некая связь дети или втупает определенная реакция вот просят погромче ну хорошо я буду орать хорошо кто-то скажет не ори и так слышно хорошо друзья ну какая есть я такая есть вы уж простите меня мы будем идти дальше так вот тот момент когда я осознаю присутствие господа смотрите мое свидетельство заключается в том что я открыл и открываю продолжаю открывать насколько реальный иисус со мной и ты сразу думаешь а иисус тобой или нет знаете есть такой эффект между людьми которые проводят говорят о чем-то и люди которые слышат и вот люди которые говорят о чем-то они свидетельствуют в первую очередь о себе о том как они ходят как их этапы опыта жизни а люди которые слышат они тут же это связывают с собой а у меня это есть а у меня может быть а у меня есть это а я могу а я не могу и вот вот этот момент является ключевым друг вот этот момент а что ты имеешь что ты имеешь ну многие пробеги которые слышал я слышал о ком-то о великом опыте того кто это делает и говорить об особенности какого-то момента в их жизни и я начинаю думать хорошо я радуюсь слава господу за этого человека слава господу но вопрос а я всегда вопрос а я могу а я могу в этот момент помните да интересный момент когда а водки сидела двенадцать мужиков 12 учеников 12 таких брутальных мужиков бородачи такие которые приняли решение оставить свои дома там свой бизнес идти за истуком и быть учениками учиться у него слово учиться означает перенять опыт и проявлять и вот эту жизнь и они круто мы хотим тоже так двигаться аллилуйя они должны понимать они пошли за ним не потому что он их этот как этот мы про но про манипулировал их там вел их гипноз и говорит идите за мною а не до учитель шутка нет он предложил вы ловите рыбу вы молодцы идите за мной делала вот сами душ человечества странная фраза конечно конечно странная фраза если бы мне так казали я бы честно не знал поступил бы когда услышал бы я бы так сидел бы до сих пор и думал что это означает ну они согласились они согласились и пошли за ней и ты наш учитель учитель ученики то есть все что они говорил он им говорю так чтобы они могли потом это применить и они это слышали так что они могли это тоже применить и когда интересный момент когда петр пошел по воде интересный момент ведь 12 учеников смотрели на иисуса и ведь он я думаю что он для них для них потому что он понимал что он учитель они ученики и он должен почему-то всегда чему-то учить и с узнал конечно о том что он умрет воскреснет и потом эти 12 мужиков они понесут ведь о нем и они являют чего имя такими личностями да у них будет такая концовка как бы по человечески не очень хорошие но они они осуществлять какое-то действие и у него была задача учить и он для них пошел по воде и вот смотрите 12 человек сидят в лодке и вот и вот этот иисус и когда они видят у них вырабатывается определенная реакция вот это смотрите я сегодня говорил что тема сегодня именно вообще я посвящаю всегда эфиры именно о том как быть снаряжены в силе божьем о том как ты лично можешь двигаться в силе божьем знаете я подбираю слова я думаю о чем я говорю и я подбираю слова так чтобы ты мог это применить к себе я специально намеренно конкретизирую фокусирую определенные выражения так чтобы ты сказал да это во мне есть я так могу делать вот это важно вы знаете я слушаю разных хороших людей и они говорят о о помазаниях давида о помазаниях елисея о помазаниях или о помазаниях то о помазаниях иисуса и я конечно супер за этих героев веры но всегда вопрос а тогда я какую я роль играю и знаете вот так получалось получается вообще что мы так настроены из-за греха из-за программы рабство что мы всегда тебя личностью свою принижаем и мы слышим ой а у меня этого нет и мы ой а я не могу а я не могу вот это такая реакция множество людей и и изменить бог хочет нас перевернуть из этого из этого арабского мышления я не могу в состояние мышления я могу укрепляющий меня и сути христе я могу в господи я поставлен быть посланником небес я посланник небес я не пришел пустыми руками я пришел с посланием и это послание которым я послан делал именно так чтобы оно изменило мышление всего лица земли это сильное послание сильное послание и оно во мне да вот такое мышление у нас должно быть и поэтому я лично веду ну вот именно так хочу говорить чтобы ты внутри разогрелся этим посланием и привязал к тебе и признал можешь это делать аминь вот это важная вещь и сегодня я буду говорить о о силе молитвы о условиях эффективности молитвы условия для сильной эффективной молитвы и это будет очень известное место вот ты его слышал много раз и я хочу тебя фокусировать на некоторых вещах в этом месте и я думаю что для многих это будет откровение слава богу мы вчера я говорил тоже в формате этого служения о душевных и духовных молитвах что есть разница иногда эта разница она ну фактически незаметна но она есть и я хочу как бы повторить немножко что суть душевных молитв заключается в том что ты видя анализируешь состояние которое здесь на земле т.е. 너 твой мы твой tender ты примерно ты видишь только то что тут происходит и твой его настаешься долго типа твоим человек на тот человек который направил свои мысли на уровне духа вот изменение дуга измерение духа в измерения духа к примеру уже произошло исцеление всех людей в чем разница смотрите Душевный человек говорит, Господи, я верю, что ты можешь исцелять, я верю, что ты можешь это делать, пожалуйста, услышь меня, пожалуйста, приди ко мне, пожалуйста, меня исцели, или исцели кого-то, я надеюсь, что ты это сделаешь. Вроде бы хорошая молитва, да, хорошая молитва. И знаете, даже в каких-то случаях и происходит исцеление, да, происходит, но это душевная молитва. Духовная молитва в формате звучит по-иному. Отец, я благодарю тебя, ты уже все совершил в духовном мире, это существующий факт, это существующий факт моего исцеления, или исцеления человека, которому я буду служить. Это уже существует, и я воздаю тебе славу и хвалу, что ты это уже сделал посредством Иисуса, посредством креста, крови, его радости. Это существующий факт. И я благодарю тебя за то, что это существует, и я благодарю тебя за силу и власть, которую ты дал мне утвердить это здесь, на земле. И прямо сейчас я верую, принимая это как существующий факт, и высвобождая его в это время, в это тело, в эту точку пространства. Во имя и туристов, будь это появляться. Это духовная молитва. Ну, можно говорить, повелеваю, приказываю, ну, неважно. Включается в том, что душевный человек не видит уже существующего факта. Духовный видит. И мышление духовного человека живет постоянно в духе. И однажды, это я помню, ну, я это давно видел, я недавно такое подтверждение услышал. Передача Сидорота, это сверхъестественно. И он пригласил какого-то человека, пророчества еще, и он ему спрашивает, вот ваши пророчества, они все, по сути, осуществились. Ну, интересно, ваше пророчество отличается от других тем, что у вас позитив. Вы всегда не говорите, Бог сейчас всех ставит на колени, сейчас придет горе, сейчас будет то, сейчас будет то. И люди такие зажатые, ну, и верующие, тем более, неверующие, ну, как они сказать, неверующие. Они говорят, что вы там делаете? И так всем понятно, что лучше не будет. Вы еще раз вводите в транс за страха. И этот пророк, он говорит, знаете, ну, потому что есть такой очень момент. А многие пророчествуют, да, они как эфир, они ловят мысли определенные, и они работают только в этой сфере, вот под землей. Да, здесь зло есть, сатана есть, горе живущим на земле, сатана спустился к вам. И вот они работают в этой сфере. Они видят дьявола, они видят бесов, они, и они там, там, начинают там что-то там сражением. А говорят, а я смотрю над этим, на уровне третьего неба, и я вижу уже совершенную работу Бога. И я говорю, аллилуйя, Иисус доплатил великую цену, аллилуйя, цена доплачена, аминь, свершилось, свершилось, исцелил, исцелил, вывел, вывел, совершил действие, да. Все, и он, наверное, обучил через этот факт. И для меня это ахинело. Я говорю, да, действительно, я тоже так, ну, как бы, уже думал, мне Дух Святой в этом верить. И это, как бы, четко подтвердилось. Это такой принцип, принцип анализа, есть ли солнце, нет. Вот это я вам рассказывал. Я хочу просто немножко напомнить. Вот ты сидишь, смотришь в окно, и идет дождь. И тебя спрашивают, что ты видишь, ну, какое состояние атмосферы сейчас, ну, на улице, ну, и ты говоришь, пасмурно. Правду говоришь? Ну, конечно, правду говоришь. Это душевно. А духовно говорят, солнечно. Ты говоришь, ты что, унишь? Извините, это выражение такое. Я простой человек. И говорят, ты обманываешь? Нет, пасмурно. Ты же видишь, пасмурно. Твои глаза видят пасмурно. Я говорю, ага, я вижу солнечно. И они говорят, ну, как ты видишь солнечно, если пасмурно? Видишь, вот есть проблемы, боль, рак, вирус, коронавирус. Суды. Я говорю, а я вижу сияющее солнце, исходящее от престола Божья. Я вижу солнечно. Говорят, солнечно. Почему солнечно? Говорят, покажи нам, докажи, обоснуй нам, почему солнечно. Я говорю, как вы считаете, солнце есть или нет? И они говорят, ну, есть, конечно. Говорят, откуда вы его знаете? Вы же его не видите. Они говорят, нет. Значит, его нет. Они говорят, нет, 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 оно есть. А откуда вы знаете? Говорят, ну, у нас есть знание. Знание. Знание о том, что надо было комиссионно. И я говорю, ага, у вас есть знание, у вас есть информация, у вас есть слово. И вы уверовали в существование невидимого и признали его как видимое. Они, да. Я говорю факт. Солнце есть. Значит, солнце светит. Светит. Значит, солнечно. Солнечно. Они говорят, так идешь дождь. Я говорю, независимо от того, что идет дождь, солнечно. Солнце светит. И тут до него начинает доходить. То мы начинаем называть вещи, давая определение определенным вещам и в нашей жизни, и в жизни окружающих людей через призму существующего факта. Даже если ты не видишь своими глазами, он существует над этими семи проблемами. Аминь. Вот, к примеру, у тебя есть боль, проблема. У тебя есть там трудность какая-то. И ты говоришь, где же мой Бог? Где же Господь? Почему я в таких проблемах? Почему то, почему то, почему то? На чем ты фокусируешься? Ты фокусируешься на зачастую проблемах? Ну да, ты говоришь правду. Да. Но в то же время написано, что Эмманил, Бог с вами, Бог присутствует в своей жизни. Ты его позвал, ты его позвал, он пришел тебе навсегда. Вот Писание четко говорит, и дам вам, это Евангелие, и придет к вам утешитель, и да, прибудет с вами вовек. Прибудет с вами, а потом говорит, и будет в вас. Будет и прибудет. Навсегда. Навсегда? Да, навсегда. Некоторые, я услышал учения к тому, что и Дух Святой уйдет. У меня был страх, конечно. Но вроде бы, знаете, хорошее очень, ну, сознание течения. Надо быть очень внимательным, потому что Дух Святой такой ранимый. Такой тонкий, он такой тонкий. Ну, я не буду говорить, что это говорю. Ну, не важно, вы это все слышали. И мне сразу представляется, что Дух Святой это такой, знаете, худенький такой, такой нежный, нежный, нежный. И он улетит сразу. И я думал, только бы его ничем-то не обидеть. Только вот я поймал тебе, что я в постоянном напряжении страха. Как бы не обидеть Бога, как бы не обидеть Бога, как бы не обидеть. И когда я все-таки совершал что-то, все, я думаю, все пропало. Все пропало. Все. Он огорчился, обиделся и ушел. Теперь мне надо опять все по-новой. Опять мне надо... Буду нырять. Опять мне надо обещать. Опять мне надо то. Надо собрать все деньги, отнести в церковь. Ну, очень куча всего. И в этот момент моя вера была парализована. Слава Богу за Писание. Я читаю, что на самом деле вовек. А это значит, что он никогда не уйдет. Он всегда с тобой. Аллилуйя. Всегда, не всегда. Найди место, где написано, и Бог от тебя уйдет. Нет. Есть обещание Иисуса, что придет и будет с вами вовек. Аминь. И вот теперь смотрите, какая реальность. Вовек означает, что Бог с тобой сейчас. Да, есть трудности. Да, есть ситуации. Есть болезнь. Есть боль. Есть огорчение. Огорчение, скорее всего, это на существующий боль. Да, есть. Да, это есть. И вопрос, какой ты взгляд, какой анализ ты делаешь. Какая твоя реакция. И некоторые говорят, пастор, проблема. И они полностью фокусируются на этой проблеме. И они начинают из формата этой проблемы взывать Богу, чтобы Бог мог решить проблему. И знаешь, что это черная вера. Ты ограничен только тем миром, который тебе уйдет. И обычно такие люди, они очень легко атакуемы сатаною, очень легко контролируемы я. Обычно такие люди, и они постоянно, их то депрессия, то уныние, а это является предшественником заболевания. И вот так, 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 и вот так. Все. Я обычно говорю, так, с этим человеком разобраться просто. Я подойду, вот так делаю. Он так, а-а-а-а. И все. Он забудет о всем. Он будет говорить, да, Господи, помоги. Но он будет парализован верить. Не то, чтобы там помолиться за кого-то. Он сам будет сидеть и так вот дожать. И поэтому духовный человек, это тот, который живет, о факте, который даже своими глазами не видит, но преднает это как факт. Как солнце. Солнечный. Где же солнце? Оно надо блоками. Оно светит. Постоянно. Мне всегда было удивительно, когда я на самолетах летел. Зима, метель там, сюда поливает крылья там. Я зимой летал. И мы едем, и такой, а-а-а. Я думаю, сейчас такой весь полет будет учесть. Вот этих буранов, пробирающийся самолет через буран. Как этот, Челюдкин через Северный полюс. И вдруг бух. И мы вышли в блоку. Фух, жар готово. Солнечно. Прекрасно. И я такой, солнечно? Ведь солнечно. А до этого было. Так было так же солнечно. И солнечные лучи, они все равно светят. И проходят фильмы. И оказывается, вот какой мир. И вот, друзья, духовный человек, который свидетельствует о существующем факте, который не видим, но он реалит. И он оказывает влияние. Ведь какое бы облако ни было, что бы ни было, то же свет приходит, приходит. Откуда свет приходит? Из светила. Это же не включается в разные какие-то диодные лампочки. Это светило, оно светит. Бог его создал, чтобы оно светило. Значит, солнечно. То есть, постоянно твое мышление будет выше облаков, выше проблем, выше болений. Ты будешь видеть уже концовку, реальную концовку результата. Вот это важно. Это то, что отделяет тебя от душевности. Я говорил, что духовные молитвы, я вчера целый, там, и как учение, много мест писания, я думал, и они в каждое место являются как трамплином для тебя, который тебя переносит в мир духа. В Римлянах, в 8 главе, в 6 стихе написано, что разум, который следует за духом, за духом, разум, твои мысли, твое мышление, алгоритм моих мыслей, твой внутренний мир, как он создан, как он сформирован, относительно чего, какая реакция, если он следует всегда за духом, он всегда встретит жить, радость, победу, какой бы ситуации ни было, дождь прекратится, термо прекратится, конечно. Болеть, пищение, конечно, ищение. Деньги придут, конечно, придут. Ты будешь жить, конечно, будешь жить. И вовещать его Божие. Будет ли успех в твоем служении? Обязательно будет. Он уже есть. Уже даровал тебе Митя Христом все. Как написано, Божественная Сила, уже все даровано. Все, это ты уже, ты обладатель, ты собственник сверхъестественного могущества, потенциала. Как хочешь назвать это, помазание это, или это старцы, не имея, приступка. Ну, я честно скажу, но это мой, я не хочу ничего говорить, это мой личный взгляд. Для меня слово помазание, какой-то механизм, что есть какие-то эксклюзивы, эксклюзивы. И я всегда был так научен, что были эксклюзивы от Господа, которые эксклюзивно делали какую-то деятельность. А я так, таракашка, букашка, который просто ходил за ними, вот так вот. И я думаю, ну ведь не в этот, не я же пришел в этот мир. Бог меня избрал, предузнал, не для того, чтобы я был букашкой просто, а чтобы я был... Какой же я букашка? Я не букашка. Я светильник. Я сын Бога. Аллилуйя. А если я в нем, и в нем сонаследник, во мне неограниченный потенциал Божьих возможностей. И Бог вложил эти возможности, чтобы они проявлялись. Аминь. И поэтому, когда я слушаю слово помазание, я сразу меня, как будто возвращают меня в старые мозги. Фух. Аллилуйя. Оно во мне и достаточно. Я поэтому, знаете, использую определенные слова-ключи. Я понял, ну, знаете, я не огорчаю, но я просто знаю, я понимаю одну вещь, это я следил за многими проповедниками, которые молятся, и успешно у них хороший пес, у каждого служителя формирована определенная система так называемой внутренней стимуляции. Я вам говорю сейчас то, что никто не выговорил. Простаемые вещи. Это целая система внутреннего возбуждения, подъема, стимуляции. И это тонкие вещи. И каждый внутри стимулирован. Некоторые спорю, слушают по помазанию, их накрывать начинают. Они сразу сейчас по воде. Да, а некоторых, некоторые, я заметил, они собрания собирают большие, они делают большой хор, особенная пианино должно звучать. И я заметил, что делают такое слово они понимают, что когда они поют так, у них формируется вот это внутреннее мир, что сейчас Бог и у них тут подъем идет. И в этот момент они начинают, у них внутри вера начинает шкалить, они начинают формирование ожидания, и происходит мост в невидимую сферу. Это мост ожидания. И они начинают буквально знать и ожидать, что сейчас сила Божия начинает двигаться. И сила Божия двигается. Аллилуйя, слава Богу. И я заметил, что дело здесь не в том, что это какой-то эксклюзив, и он как-то по-особенному поет, и надо какие-то декорации, или Иисус будет реагировать, когда ты на особенном пианино будешь играть, или когда ты будешь по-особенному петь, или когда у тебя хор будет, или когда стадион людей соберется, он такой кажется, целый стадион, ради меня. Конечно, я же приду к ним. И знаете, вот такое мышление у многих людей. Если нет, друзья, все намного очень проще, доступно и понятно. Аллилуйя. Бог делал все так, Бог формировал, создал все так, чтобы у тебя, у тебя, у тебя, я говорю, где бы ты ни был, в какое время бы ты ни был, какой бы ты ситуации не сталкивался, силою Божьей ты выходи везде, в любом, даже если твой эмоциональный фон угнетен, ну ты, знаете, застегнут в расплох ситуации, вдруг, так она тебе идет, и ты вдруг, с этой стороны, с этой стороны, прямо сзади обступили враги, как, знаете, Давид говорит, меня реально обступили враги, и он смотрит, такие, ого, сколько вот тут собралось, и что все на меня, значит, наверное, я чего-то значу, все против меня, и что он пишет, да и Бог делает так, что меня просто накроет поляном, я намажу бутерброды, и буду смотреть на них, и кушать бутерброды, и чайком запивать, против меня делать, хотите меня убить, да-да-да, понимаю его, и кушать бутерброды, а потом поел, лыкался, так, ну ладно, разбежались, и все, понимаете, вот мышление Давида было, кто там, голяв, три метра, бисепцы, бутерброды, а, что у него, а, он тот, а, тот, и что, и что, вы его боитесь, да, мы его боимся, а чего, ну он же, смотри, какой он, а, так нами же Бог, ну мы это знаем, не, не, вы не услышали, нами Бог, не, ну мы эту проповедь уже слышали, да-да-да, нет, вы не понимаете, нами есть реально, бутерброды, нами Бог, да мной Бог, а не, парень, ты откуда вообще, кто-то ты, этот, как его, духовный космонавт какой-то, я говорю, да вы не понимаете, для меня это реальность, присутствие Господа, его славы, на меня реальность, я живу мышлением, присутствие Иисуса, вы говорите, дождь идет, дождь, а я говорю, солнечно, вирус, в виде страх, дождение, я говорю, я окружен славою Божьей, хочу, подойду, и подышу на кого-то, или кого-то подышу, я сейчас вот, шел по улице, и один, брат, ну немножко, может быть, как бы, закурил, в общем, и он такой, знаете, ну, не хочу ничего говорить, и вот он меня зовет, мат, подойди ко мне, я к нему подошел, и я вдруг поймал себя на мысль, а он без этого, намордника, и вдруг, а я тоже без намордника, я не хожу в намордниках, ну, разве, что в магазин надо зайти, чтобы люди не пугались, я одеваю, так, ну, я, я, я вдруг поймал, я близко к нему подошел, и он мне такой, что-то там, ну, в общем, он денег хотел, и я такой, стою, слышал, он мне там рассказывает, все какие-то там, в общем, что-то рассказывает, и я понял, да скажи просто, дай денег, мат, и я поймал тебе на мысли, что у меня какая-то дверь начинает трах отрабатывать, он же на меня дышит, а вдруг он сейчас свои бацилы, коронавирус запустит меня, и я стану носителем, и я думаю, я такой, так, сам в тебе, внутри, эй, по щекам, похлопаю внутри тебя, так, стой, слава Божия, вокруг тебя, ну, и пусть дышит, хоть все вирусы вместе, все взятые, они в полете просто будут такие, и затревать, славе Божьей, и я буду на него дышать, и он будет дышать, я поймал, я даже ближе подошел, и я говорю, замечательный ты человек, я говорю, Господь, сколько ему дать денег, он столько-то, и я, на, и пошел, и я чувствую внутри, у меня такое наслаждение просто, наслаждение, я чувствую, ну, нет у меня, это же особенный сезон, это концовка мира, сейчас, суд придет за всеми нами, и люди живут этим, ну, ну, да, слава Богу, но, знаете, я лично для тебя понял одну важную вещь, что, масло, светильники для меня, это постоянное, это опыт, опыт, отношения с Богом, и реакция, взаимодействие с Ним, ну, исцеление людей, свобода, это мой опыт, это мое масло, завтра, ну, аллилуйя, ну, не придет он в моей жизни, ну, аллилуйя, он уже в моей жизни, ну, то есть, вы понимаете, нету какого-то особенного, особенно, мы живем постоянно в царстве небесном, и это не только моя реальность, и твоя реальность, и поэтому, я увижу, что для меня это является ключом, ключ старта мужа, старт, стартинг, создает мощную, такую стимуляцию внутри, которая поднимает меня, и я увидел, что в таком состоянии, мне легко верить, мне легко говорить, аллилуйя, сейчас прямо перед эфиром, мне прислал брат, видео, с Южной Кореи, я был, ну, волею Божьей, в Южной Корее, и там такая ситуация была, это помнит, есть такой служитель, пастор, Игорь Пак, и в общем, такая трагедия случилась, у него, у его сын, они там снимали какие-то ролики, фильмы, упал большой высоты, и все, и все, и, ну, вроде как, умер, я жил, и, и даже его в реанимацию, и, и вроде, он там, кровоизлияние, все переломано, и, ну, я, молились многие, даже, это, говорят, там, ролик тебе Джошуа, молился в этот момент, да супер, слава Богу, но я знаю, что у меня Игорь обратился, я написал, я помолился, и Бог говорит, он будет жить, если ты скажешь слово, он будет жить, если ты скажешь слово, и это уши для тебя, так же, как я сегодня молюсь за многих людей, и всегда, Господи, он умрет или не будет жить, говорю, а как ты думаешь, а что ты думаешь по этому поводу, он говорит, ты меня прошу, я у тебя прошу, а Бог говорит, я у тебя прошу, написано, то, что свяжет на земле, будет свято на небе, вот, как ты думаешь, и я такой, ну, хочется, чтобы жил, и я говорю, он Бог говорит, ну, просто хочется мало, ты либо да, либо нет, я говорю, дал тебе власть, полномочия, скажи слово, я вижу, что не всегда я возбужден, стимулирован, говорить, да, да, минимум будешь жить, не всегда, кажется, о, нет, 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 да, такое есть, и поэтому я понимаю, что я должен быть постоянно смотреть на солнце, а не на облака, вот это тебе говорю, рецепт, и вот это видео прислали, и вот смотрите, ситуация такая, он не умер, а жил, и потом, делаю так, чтобы я приехал в Южную Корею, и я там, конечно, провел служение, там, там есть видео на ютубе, там, массовое изгнание бесов, просто бывает, я сам что-то говорю, испугался, я говорю, во имя Турита, Царство Небесное, активируется, ЖИ, и как начали люди от бесов освобождаться, и прямо орать, падать, я такой, сюжет сказал, люди падают, и массовое изгнание бесов началось, слава богу, там много хороших чудес произошло, и такой, знаете, рывок для многих был, сверхъестественно, и вот смотрите, но моя цель была приехать к этому парню, и вот я приехал, пришел в больницу к нему, и я смотрю, он, ну, он уже, знаете, он уже глаза открывает, он уже такой, вводит, но весь уже такой, знаете, и там рассказать, какая битва была, врачи, в общем, на органы ходит, уже все, давайте его на органы, а мама и папа молились вместе с нами, всеми, и оттояли его, оттояли его, там и полицию вызывали на органы, ну, такая система, они, нет, он будет жить, он не умрет, он будет жить, так, какой он будет жить, он труп уже, он труп, его подключили к этим трубочкам, он дышит, он труп, его протекут, что вы будете, всю жили в трубочках, не мучьте его, нет, он будет жить, и он, пришел в тебя, вышел из комы, и все, и он, ну, еще параллельно, и я пришел, такой, смотрю, говорят, мне 10 минут, 10 минут реанимации, у меня надели там скафандр, какой-то там, похитил, намордник, и там, видите, корейские вот эти системы, и я подошел к нему, он по-русски понимает, и я такой, во имя тут, и кости двигаются, у него кости начали двигаться, прямо вот так, вот жалко снимали на видео, где это видео, ну, не знаю, где оно, в общем, и он говорит, ааа, он так двигается, начал прямо вот так вот, накрывать, и я говорю, и я начал разговаривать, и это было, 10 минут такого драйва, аллилуйя, но я, друзья, не я, там, там молились, хору много, очень мощный студий, и такая, Эльвира Ви, вообще крутая служительница, супер, она вообще там, она представитель Кэрри Блейка, она там, тебе Джошуа, там, еще какие-то, она тоже, и она тоже молилась, мы, мы друзья вообще, все, кто двигается в духе, друзья с другом, и вот, ну, я говорю так вот, и, и все, я помолился, и ушел, и вот, мне только что, видео прислали, ходит, кушает, здоровый человек, только что, вот, я смотрю, по телеграму, мне присылают, смотри, кушай, пьет, живой, здоровый, все, он, он ходит, вообще не скажешь, что он вообще, что он умер, и воскрес, что он переломан, ведь, понимаете, реально чудо, и я понимаю, насколько, реально, вера, которая выйдет из тебя, и это не какое-то супер, крутое помазание, которым ты помазан, перепомазан, снизу, сверху, по бокам, тройное такое, нет, это присутствие Иисуса в твоей жизни, это Дух Святой, Он пришел к тебе в жизнь, чтобы через тебя действовать, вот его задача, утверждать свет во тьме, вот, и этот свет во тьме, он, а ты как, ты отражатель, ты отражатель, вот, вот, ночью луна светит, и кто-то скажет, ой, это фонарик, да это не фонарик, это отражатель, вот мы отражатели, если ты откроешься перед Господом, вот он я такой сияю, свети на меня, то тебя будет отражать его свет, свет, аминь, свет, и люди говорят, это что, ангел, это ангел, я говорю, да не ангел я, я Макс, Максимилианус, Максимус, Божий, я такую характеристику даю тебе, почему, да потому что Иисус обо мне так говорит, слово Божие так говорит обо мне, и о тебе в том числе, аминь, и ты такой же, наполненный его присутствием, и вот это и есть слова, ключи, которые, да, стимулируют тебя, аллилуйя, я увидел, что у некоторых разные по-разному, может быть у тебя есть свой, тоже какой-то ключ, который тебя, такой, возбуждает, и ты полняешься Божьим Духом, слава Богу, но я хочу, моя задача сейчас показать тебе, что есть вещи, которые Бог создал, так, чтобы они работали, через нас, и у нас все получалось, но для этого, ты должен быть готов, ты понимаешь, ты должен быть готов к этому, ты должен это ожидать, ты должен знать, ты должен, что так и будет, вот я знаю реально, я знаю реально, я не верю, что так будет, а я знаю, что многие из вас моментально исцелятся, во время этого эфира, моментально, просто ты будешь слушать меня, да, 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 иду, а где это, а нету этого, и ты даже не поймешь, как, вот люди пишут, они даже, они настолько улели, клещи, что они меня слушали, начинают, знаете, мышление, компьютер работает, начинают, то они даже забыли о своих болячках, они забыли об этом, а потом вдруг, эфир заканчивается, они такие, о, я же забыл попросить, помолиться, так у меня этого нету уже, исчезло, вот люди пишут об этом, вот, научись смотреть на солнце, а не на облака, а не на дождь, научись смотреть на присутствие, присутствие Иисуса, на Иисуса, а не на проблему, вот это и есть духовный, духовный ад, духовная молитва, Аллилуйя, и именно благодаря такой концентрации, благодаря этому действию, благодаря вот такому действию, смотрите, ты войдешь в реальность свободы, а свобода означает отсутствие границ, отсутствие ограничений, ты говоришь, что твоя болезнь, это твоя граница, научись смотреть на себя, через призму царства, ты вне, ты дух, ты не человек, ты просто дух, который в этой земной оболочке, ты думаешь, о, а что это, мой костюм повредился, а что это с ним, ну ничего, зашьем, телу Божью, зашьем его, ну костюм тела, вот какая твоя реакция, одна из ошибок людей, они растворяются в этой концентрации, проблемы, болезни, и мысленно соединяют себя с этой болезнью, то есть они как бы становятся, что это часть их, это их естество, это болезнь, их естество, они мыслят, начинают категорию болезненного человека, и конечно они говорят, как этот, там в Библии, человек страданий, ну не его, не помню, ну его написано, человек страданий, родился в муках, и он говорил, что делал Бог, Бог просто поменял его имя, понимаете, имя поменял, то есть мышление поменял, и он говорит, все, и сразу жить удалось, и сразу все проблемы закончили, сразу начало работать, друзья, внутри нас заложено, определенный механизм поражения, и вот дьявол, обманным путем, вложил нас, в это поражение, он застал, в этой сфере, плоской сферы, и это программа на поражение, мышление на поражение, все будет плохо, я болею, все будет плохо, и ты из этого мышления, пытаешься вызвать Господу, чтобы Бог исцелил тебя, хочешь быть свободен, измени свой акцент, мышление о себе самого, пересмотри себя, начинай видеть себя, присутствие, даже если ты проблема, все равно, да ведь был проблема, был проблема, было, не всегда было легко, не всегда было легко, но везде, кто бы не был, даже когда он согрешил, он всегда видел тебя, человеком, Божьего присутствия, всегда, всегда, и, знаете, вы помните, да, характеристику, которую, Бог потом дал Давиду, говорит, это муж по сердцу моему, так какой же, он только разных дел плохих, ну, не очень, только убивал людей даже, знаете, вот, вообще просто, ну, полухать в крови, он говорит, ну, вот он храму не построит, нужен быть человек без крови, но в итоге, говорит, это муж по сердцу моему, по сердцу, может, Бог не совсем-то властен был, не говорит, ну, здесь можно было и не убивать никого, знаете, и это, и это, и может, и многие вещи не нравились, но, говорит, но его сердце вообще поклонника, его сердце такое со мной близко, он верит мне, аллилуйя, он видит себя в моем присутствии, круто, это, друзья, является нашим оружием, присутствия Иисуса, не какое-то помазание, которое что-то там пришло к тебе, не какой-то эксклюзивный дар, возможность, способность, не еще чего-то там, а именно присутствие Иисуса, присутствие Духа Святого в тебе, ведь вся троица в тебе, внутри, в твоем духе, и ты твой дух соединен, вот ты кто ты на самом деле, и когда ты начинаешь смотреть на тебя через призму этого факта, не то, как смотришь ты, ой, я такой, я сякой, я, я там, как люди говорят, ой, я какой там, этот, баран, козел, там, дурак, дура, там, и разные там слова говорить, там, нет, меняй мышление, аллилуйя, да, я вижу проблему, а я благословен, кто-то там, ой, у меня проклятие, проклятие, рода, оно пришло, от динозавра, из моего поколения, какой-то прапрадедушка, оскорбил какую-то прапрабабушку, и понеслось, заложник этого, пожалуйста, разрушьте проклятие прапрадедушки, конечно, я вам скажу, таким мышлением, ты не войдешь в понимание нового человека во Христе, не поймешь, ведь новый человек, это все, это уже умерший, воскресший, ну, это как зомби, зомби умер, умерший, ну, ты умер, ну, зомби, а кого-нибудь проклятие, никакого, они умерли, и воскресли, все, понимаете, ну, это зомби не апокалипсис, жить, ну, я, не всем нравится, что я говорю, возможно, но, вот, он очень такой, она создает такой образ, сильный, мощный образ, толчок, толчок, что все древнего нет, какая разница, кто там тебе, что там делали, важно факт, с кем ты являешься, важно факт, что ты рожден свыше, и заново, заново, зачем Библия это используется, заново, 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 ну, какая разница, друзья, вы думаете, что не чудили, а чудили, наверное, по-серьезному, да, я не думаю об этом, ну, да, было, и что, важно то, что, какое это отношение ко мне, мой рот идет с неба, все, я пришел свыше, это оценка, переосмысление себя, вы знаете, друзья, вот, я вам говорю, многие важные вещи, которые, сыграли, в определенном успехе, которые, ну, я вижу в служении исцеления, да, это факт, я вижу определенный успех, мне пишут, я вам, я иногда в фейсбук не выкидываю, многие свидетельства, иногда выкидываю, знаете, ну, как пора, хочу Иисуса прославить, ну, вот, вот, исцеление, вот, сегодня, вот, Тио написало, я просто сообщение написал, что некая женщина, там, на острове, исцеляется, от коронавируса, все пишут, пишут люди, чудо, она в памперсах умирала уже, и вдруг ожила, и живет, ее домой отправляют, вот, Тио, подтвердит сейчас, она здесь в эфире, просто сообщение написал, я буду вам рассказывать потом, это не последний эфир, еще будут эфиры, я буду вам рассказывать конкретно все, практически, как служить действиями, написать сообщение, что происходит в мышлении, как это происходит взаимосвязь, того, что ты пишешь, и действия силы Божьей, вот так, как результативное, не просто ты там что-то пишешь, а реально, реально, происходит как мозг, как будто ты в духовном мире, и ты смотришь, как будто ты, как бы компьютер на игре какой-то, и ты входишь, знаешь, я говорю на школе исцеления, я увидел, как будто ты одел шлем в виртуальной реальности, и все, твой мозг не видит разницы, и для него, понимаете, как существующий, и он такой, вау, там, это мир, и вот так же, примерно, примерно так же, происходит в духе, когда ты видишь, все, ты как человек, перестаешь существовать в этот момент, ты дух, который, поставлен Богом, являть его славу, его волю, вот что тут, и ты, ты сейчас забываешь, все, ты уходишь, все исчезает, и когда ты пишешь, ты уходишь, как в эту виртуальную игру, как будто бы, но это не игра, конечно, это реально, и в этот момент связь духа, связь силой, Бога, результатом, и ты видишь, уже результат, и ты пишешь, и ты чувствуешь, и пальцы начинают дрожать, такая вибрация, идет движение силы Божьей, и я чувствую, вау, сейчас кто-то и стреляет, супер, и просто, даже иногда, вот ты просто, вот читаешь кому-то общение, и даже не отвечаешь, просто подумал, что сейчас исцеляется, мне пишут, спасибо за молитву, и все исчезает, так я даже не писал ничего, я просто подумал, и в этот момент, в этих мыслях, произошло акт соединения, существующим, свершившийся фактом, который Бог уже произвел, в духовном мире, и этим измерением, видите, и я связал этот факт, и как посланник, это проявляется, и это произошло, я сам, я сам, да, из себя иногда удивлен, ну радуюсь, вообще просто, ой, Иисус, как все, действительно, просто, даже фантастично, мои магистрами доживут, как это вообще реально, может быть, Господи, я еще хочу, я еще больше хочу, еще больше хочу, я еще больше хочу, еще больше, и Бог говорит, да, конечно, еще я веду тебя, в моей славе, и ты увидишь, еще больше, еще больше, аллилуйя, и, знаете, друзья, я сейчас говорю, все вещи, которые вы можете применить к себе, ведь я же ничего не говорил, помазание какое-то, меня помазали, меня то, меня это, Бог меня поставил, да нет, я говорю вам о том, что вы имеете, и когда вы слушаете меня сейчас, то ваше мышление, начинает сформироваться, у вас сформируется определенный алгоритм, что вы будете делать, и у вас будут те же самые результаты, те же самые действия, и так же самое, вы будете разгоняться, и двигаться вперед, и быть светом этому миру, аминь, так Бог и приготовил, аллилуйя, Бог великий, слава Ему за все, и вот я увидел, я говорил, что у разных людей здесь определенные ключи, вот знаете, стимулирующие какие-то, понимания, вот они знают, ох, сейчас это будет, ох, сейчас это будет, вот допустим, я слышал одного проповедника, он хороший, он как бы призванный апостол, его вот так бы обозначили, ну, не Владимир, другой, хороший, мощный слушатель, много чудес у него, но вот он говорит одну вещь, он говорит, я услышал такое, говорит, вы ко мне можете не подходить во время перерывов, там, или просто, вы можете мне не звонить, ничего не будет, но, во время служения, во время какого-то действия, и когда я почувствую, как помазание сойдет на меня, вы можете ко мне подходить, и у вас, и все будет хорошо, и я такой думаю, не, ну, слава Богу, конечно, результат есть, слава Богу, но думаю, ну, это же какое-то ограничение, получается, создается целая система зависимости от определенных условий, а если проповедь не удалось, а если вот, карантин, никто нигде не собирается, и все, и что, помазание не сходит, а если, допустим, ну, вот что-то в зале произошло, пошло не так, ну, помните, да, вот один служитель заставляет на служение всех не шевелиться, никто не ходит, ни в туалет, ни в все, группа порядка, все смотрите, чтобы никто не двигался, я увидел, я был на этом служении, и вдруг там какой-то чуженечка по телам, оператор, камень, или кто-то, стой, я думаю, почему так сцепляют эти вещи, я начал тебя, а есть вещи у меня сцепляют, да, я начал, что-то чуть угнети немного, почему, я смотрю за тебя, Мак, что тебя угнетил, ну, что тебе удавил, что тебе сейчас, Инна, Тепан, будет жить, я говорю, сын, Тепан, будет жить, он живет и будет жить, я говорю, слово Господа, он будет жить, и даже более, мне Господь сказал, и даже более, принимает, так вот, я почему, есть вещи, которые тебя, они приезжают, твоя самооценка, твоих возможностей, сразу пускаются, ты теряешь, как будто алгоритм распыдаются, ты уже не знаешь, что делать, такая зацепка, и стимуляции нету, и тогда у тебя, ты знаешь, а вдруг ничего не будет, ой, я не чувствую помазания, я не чувствую что-то, я не чувствую что-то, как будто Бог становится заложником твоих чувств, как будто, если ты, ну, мне так хочется это сказать, и если вдруг в зале кто-то пукнул, то все, и все, и все исцеление прекратится, и пробегает, никому не пукать, ну, хотел бы это сказать, пристык, тот юмором, то вы меня услышали, да нет же, Бог не является ничем наложником, Он пришел дать нам жизнь, Я вам пишу, что я хочу действовать безгранично из вас. Все, вы меня не ограничивайте. Не создавайте целую силу системы каких-то внутренних заборов, которые вам же надо и перелезть потом. Не надо ничего этого. Ничего вам не надо. Просто слово. Смотрите, ввести себя во мне, меня в вас. И говорите, действуйте. Я вам дал ключи. Открывайте. Для тебя живите, наслаждайтесь жизнью. Аллилуйя. Не надо искать, почему не. Не надо искать, почему не. А надо сказать, почему да. Почему да, Господь. Да, да. Почему вдруг ты с ними исцеляешь? Почему вдруг люди исцеляют? Почему мертвые? Почему? Вау, супер. А люди говорят, почему не. Почему не произошло это? И в этот момент ты тут же себя опускаешь ниже облаков. Вот, друзья. Это вот эти важные ключи. И я скажу, на самом деле результативная молитва будет происходить в твоем исполненном духом состоянии. Что такое исполнение духом святым? Это акт глубокого внутреннего возбуждения. Ты возбуждаешься. Ну, не сексуально, конечно, но может и похоже. Возбуждение в дух. И это влечет тебя. Просто ты возбужден сейчас, что сейчас будет. И в этот момент, в этом чувстве ты реально. И есть многие вещи, которые на самом деле оказывают на твою внутреннюю стимуляцию большое влияние. Аминь. А есть вещи, которые тебя наоборот опускают. И я сегодня хотел об этом поговорить. Я уже говорю много. Ой. И хочу очень много говорить. Но, к сожалению, у нас сегодня служение до 9 часов. Потому что у нас собрание миссии открытия небеса. И, ну, друзья, я могу говорить и потом еще и в сирах. Аллилуйя. Слава Богу. И поэтому я постараюсь быстренько сказать. Поэтому, если сегодня конкретно я не буду сегодня промаливать всех людей, принимайте еще сейчас исцеление. Давайте так. Ну, правильно технически сказать не помолюсь. А окажу влияние силой Духа Святого. То есть, я дам выход в Слово. Выход как Слово. Это как заданная модель. То есть, фактически Бог дал нам право и власть задавать модель Царства Божьего. Задать модель. Матфея 18.18. Что ты свяжешь на земле? То есть, задать модель. Задавай модель. Согласно воле Божьей. Он говорит, сначала узнай, какова боля Бога. Что он хочет? Хочет ли, чтобы вы были дорогой? Так он за это заплатил. Хочет ли, чтобы вы имели финансы, возможности? Так он обещал, чтобы вы обогатились. Хочет ли, чтобы вы были наполнены радостью свободной? Аминь, аллилуйя. Он за это заплатил цену. Хочет, чтобы вы ходили в переживание Божье? Да, конечно, он убрал все препятствия. Он примирил с собой, убрал все грехи. Забрал грехи. Забрал всю вину. Никакого суждения. Живущий по духу. Аллилуйя. Бог оправдывает нас. Но это, конечно, не повод, чтобы беззаконие делать. Вот я могу сказать, великая польза от того, что ты не совершаешь грехи. Великая польза. Если ты продолжаешь грех, я тебе скажу, что такого прогресса не будет у тебя. То есть ты будешь постоянно вверх-вниз, вверх-вниз. То есть твоя эволюция жизни, она будет вот так вот. Она не будет меняться. То есть знаете, если как диаграмма. Вот вверх-вверх-вверх и все выше-выше-выше-выше. Воднесу вас на высоты недосягаемые дела. Так вот, на самом деле, вот высот не будет, а ты будешь просто вот так вот. Или даже наоборот, вниз идти. Поэтому лучше, как советует Писание, евреях 12.1. Если ты видишь, что есть грех, который тебе прилипается, грех прилипало. Ты знаешь, ну, отлепи прилипало. Просто отлепи его. Грех, который хочет вам прилипиться. Ну, прилипало. Ты хочешь, хватит, прилипало, прилипаться ко мне. И отлепи его. Ну, ведь ты же выиграешь в любых случаях. Выиграешь. Потому что ты пойдешь вверх. Может быть, ты что-то не видишь. Может быть, ты не совсем чем-то понимаешь. Но в итоге твоя жизнь пойдет вверх. Поэтому лучше-то он делает. Но как бы ни было, понимать, что Бог создал все условия для победы. Аллилуйя. Его присутствие в твоей жизни – это твоя победа. Вау, Господи. Поэтому приготовьтесь для молитвы. Я хочу, чтобы вы положили руку на свое тело. И чтобы вы участвовали. Подготовьтесь к этому. Не будьте пассивными. Будьте активными. Вдох, выдох. Уберите все мысли о страхе. Будет, не будет, будет, не будет, будет, не будет. Перестань эту игру. Просто закрой глаза. И начинай смотреть глазами духа. Глазами Слова Божьего. Вокруг тебя окружает свет. Может быть, это невидимый свет. Но он реален. И ты находишься в Божьем свече. Он вокруг тебя. Впереди и сзади все. И это, знаете, такое... Это как божественная пробирка, где реальные чудеса. Бог окружил тебя таким куполом, коконом, где... ...работает закон неба, а не закон земли. Закон неба. Перестань думать, что у тебя там есть. Как оно все изменится. Не ты просто смотри на это свечение. И увидеть в этом круге Иисуса. 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 Который улыбается. Смотрит на тебя и улыбается. Не такой вот... И ты сразу... Нет, улыбаешься, Иисуса. Улыбаешься. Знаете, никто и где-то несовершенен. Но он улыбается к нам. Он любит нас. Вот увидел. Расслабься. И во время молитвы просто... Увидь, как он просто лужит на тебе руку. Вы готовы? Бог всегда готов. Драгоценный небесный Отец, и я благодарю тебя за твое присутствие. Ты прекрасен, Иисус. В твоем присутствии, Господь, настолько все реально, что нереального невозможно. Нет никаких ограничений, границ, благодаря твоему присутствию. Стираются все границы реальности, которые мы только можем себе представить. Мы думаем, что это возможно, это невозможно. А в твоем присутствии нет ничего невозможного. Даже сказано, что ты из камня можешь сделать людей. Просто невероятно. Насколько ты создал мир, который способен меняться в своем присутствии. И суть этой изменения, этой реконструкции – жизнь. Ты не принес в этот мир смерть. Ты не принес в этот мир сожаления, огорчения, боль, немощь, вирус. Ты принес жить и спасение. И так же, как от солнца исходит свет, дающий свет тьму, так и от тебя исходит жизнь, Иисус. От тебя исходит жизнь и наслаждение для нас. И твой свет, попадая в наши тела, наши мысли, отвечает и вытесняет тьму. Мы не можем сами себя исцелить, но твой свет исцеляет нас. И я благодарю тебя, Иисус, наш Господь, наш Бог, источник нашей жизни. Ты, Отец, одно, ты пришел в этот мир, явивший Отца. И из тебя исходит свет Отца в нашу жизнь, исцеляя каждого из нас. Спасибо, Иисус. И я благодарю Тебя за Твое могущественное присутствие, славы, силы вокруг каждого человека. Спасибо, Святое. Благодарю Тебя. Великий, драгоценный, Святое. Я благодарю Тебя. Твоя рука сейчас прикасается к каждому человеку. В этом эфире. Или тем людям, которые смотрят эфир. Или тем людям, которые будут смотреть запись. Или тем людям, за которых молятся и говорят, ожидает, что где-то там, что-то сейчас ты там тоже. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь наш Царь. Твой свет, Твоя сила. Сейчас мы не думаем о дьяволе, мы не думаем о болезни, о страхе, о вирусе. Мы видим Тебя, Твое присутствие, Твоего света. Как будто облака раступились, и мы увидели солнце, мы увидели Тебя, открытые небеса. Твое присутствие, Господь, оно делает нас свободными. И я благодарю Тебя, прямо сейчас, Твоя могущественная рука касается каждому человеку, освобождая и исцеляя тела, души, мысли, эмоции. Благодарю Тебя, прямо сейчас, происходит трансформация тел. И та нарушенная гармония, которая в существовании тела, удаляется, просто как будто меняются картины, меняются реалии. Прямо сейчас, начиная от клетки тела меняться, кости начинают двигаться, возвращают свое место. Прямо сейчас наросты, опухоли, фибромы, папилломы рассасываются и уходят. Все лишнее, что Ты не творил, удаляется. Прямо сейчас происходит освобождение на всех уровнях. Во имя Иисуса Христа, дорогой Господь, дорогой Иисус, я благодарю Тебя, Твой Цвет, вливается сейчас, в каждого, в себя, открываются глаза, открываются уши. Прямо сейчас я вижу, как кора головного мозга начинает переформироваться, и все родовые влияния удаляются. ДНК начинает меняться, хроматомы меняются, аутин, ДСП, просто рассасывается и исчезает. Я благодарю Тебя, Господь, Твоя жизнь, Твоя река течет каждый быт нас. Спасибо, Иисус. Очищайся легкие. Отвобождаются сосуды. Сердце начинает работать в хорошо, в правильном ритме. Кости, суставы начинают. Сейчас жар идет по суставам и костям, и целяются суставы. Боли начинают уходить. Отеки начинают уходить. Дорогой Иисус, благодарю Тебя. Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас это усиливается. Я слышу усиление славы. Усиление славы. Усиление славы. Усиление славы. Во имя Иисуса, говорит, свет становится еще больше концентрированным. Как будто его можно даже потрогать. Ощутимым, осезаемым. И он пронизывает сейчас. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Рак уходит. СПИД уходит. Гепатит удаляет. Я вижу сейчас человека, у которого раздробленные кости. И как будто сейчас рука, как рука Божья, светкая белая рука, начинает соединять косточки. И ты так чувствуешь, что это шевеление, какой-то мурашки какие-то по телу. Бог собирает твои кости, скидыв в одно состояние. Правильная позиция. Иисус, спасибо. Я вижу даже, как металлические предметы начинают штивы какие-то исчезать. Дух Святой, спасибо. Благодарю Тебя. Благой всемогущий. Я благодарю Тебя. Господь сейчас показывает, что многие головы сейчас исцеляются. Просто то, что было там в голове у Тебя, просто начинает меняться. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. О, Иисус, спасибо. Прямо сейчас, слава Божьей, касается зубы. Спасибо, Иисус. Зубы, зубы, зубы. Почему-то у всех такая проблема. Зубы. И как будто Бог... Зубы не будет лечить. Нет. Сейчас она плава наполняет твою вот эту челюсть. Просто только... Спасибо, Иисус. Я сейчас вижу у многих людей вот такую обувь, у кого есть свечение. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Прямо сейчас происходит реконструкция зубов. Иисус, спасибо. Во имя Иисуса. Твои сейчас тверситетельно появляются, растут недостающие зубы. Иисус, спасибо. Прямо сейчас исцеляется горло, гортань. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Спасибо, Иисус. Спасибо, спасибо. Жизнь, жизнь, жизнь течет. Жизнь. Дорогой Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Святой, 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 святой. Я слышу, сейчас Бог исцеляет спину. Радикулит уходит. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Спина исцеляется сейчас. Боль в педе. А те хандрот уходит. Я говорю, хандрот сейчас у кого-то уходит. Иисус, спасибо. Просто я вижу, как соли начинают плавить. И вот так вот вытекать, как водичка. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Рука Божья выравнивает спину чью-то. Спасибо, Иисус. Слушай, плечо, предплечье, плечо, плечо исцеляется. Иисус, спасибо. Спасибо. Горло, гланды исцеляются. Иисус, спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Очень много исцеления разума происходит сейчас. Дорогой Иисус, благодарю Тебя. Свобода, исцеление. Многие будут с этого момента понимать откровение. Чувствую, как контроль. Уходи. Как будто ты друг. Понимаешь, как оно еще есть. Ты друг. У тебя есть сейчас как механизм веры включается. Сейчас. Ты вдруг с этого момента начнешь верить. Сверхъестественно. Просто сам не поймешь, как вдруг ты веришь. И твои слова будут озвучивать. Сверхъестественно. И оно будет происходить. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. Свобода. 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 Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Прямо сейчас. У кого-то был ожог или шрамы от ожога. Кожа очищается. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя. Боли уходят. Спасибо, Господь. Вся любая степень поражения уходит. Иисус. Спасибо. Прямо сейчас лимфосистема исцеляется. Благодарю Тебя. Спасибо, Господь. Появляются антитела. Кровь очищается. А иммунитет начинает расти и появляться. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя. Поджелудочная железа начинает сейчас изменяться. Прямо сейчас. У кого-то были проблемы с диабетом, панкреатитом, гастритом. Прямо сейчас это уходит. Иисус, спасибо. У кого-то ожога была. Это уходит. Иисус, спасибо. Прямо сейчас. Формирование новой поджелудочной. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя. У кого-то, у женщин была проблема с женским органом. Иисус, яйца клетками. Это как бы проблема бесплодия. И мне Бог уже третий раз говорит. Говори о яйцеклетке. Прямо сейчас оживает яйцеклетка. И она способна принять и зачать. Я говорю сейчас женщинам, которые по причинам не могут зачать детей. Вы зачинайте детей. Ими оживает ваши органы. И мужские в том числе. Дух Святой. Спасибо. Коленный сустав исцеляется. Прямо сейчас. Я вижу, как Бог заменяет кому-то коленную тяжечку. Спасибо, Иисус. Почему-то я вижу правую ногу. Вот именно на правой ноге. Правой ноге сейчас. Как будто давить кто-то начинает. Что-то меняется. Дух Святой. Спасибо. На левой щиколотка исцеляется в районе стопы голеностоп. Иисус. Спасибо. Благодарю Тебя. Сосуды исцеляются. Варикоз уходит. Атеросклероз уходит. Дух Святой. Спасибо. Я слышу гангрена уходит. Иисус. Спасибо. Благодарю Тебя. Крова очищает. Сосуды исцеляются. Иисус. Спасибо. Аорта исцеляется. Сонная артерия становится свободной, чистой. До купорки уходят. У кого-то были проблемы с головокружением. Бог исцеляет Тебя от головокружения. И сейчас исцеляется и сонная артерия. Иисус. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Святой. Ты благ. Ты милости. Ага. Исцеляются. Вины. Я понял, что у кого-то были проблемы с грыжами. Пуповая грыжа. И сейчас появляется как будто сетка. И кишечник втягивается назад. Грыжа исчезает сейчас. Спасибо, Господь. Я благодарю Тебя. Сердце начинает исцеляться. Прямо сейчас. Господь, а что в сердце? Я слышу все. Клапана. Все. Происходит замена. Даже у кого-то не целое сердце меняется. А как будто меняются детальки. 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 Вот как будто. Что-то раз. Раз. Входит и входит. Входит и входит. Входит и входит. Дух Святой. Спасибо. Исцеляется сейчас сердечная сумка. Иисус. Спасибо. В колес. И у кого-то была боль. Невралгия. И сердце колло. Это грудная клетка смещена. Бог выравнит грудную клетку сейчас. Спасибо. 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 Благодарю Тебя. Спасибо Иисус. Спасибо. Прямая кишка исцеляется. Прямо сейчас проблема геморроя уходит. Иисус. Спасибо. Друзья. Я знаю. Я вам уже говорил. Был урок о Словознании. Как мощно двигаться в действии силы Божьей со Словознанием. Это вообще просто уникальное действие. Друзья. Я увидел по эффективности. Но вот знаете. Есть вещи, которые мы повелеваем. Мы приказываем. Да. Это круто. Это работает. Но вот есть служение со Словознанием. Это просто уровень. Просто начинает. Ну. Я не знаю. Как это объяснить. Но. Эффективность такого служения. Намного преобладает. Я желаю. Чтобы вы научены были. Если у меня был эфир о Словознании. Я об этом говорил. Я еще буду говорить об этом. Дух Святой. Спасибо. Благодарю тебя. Отвечая на ваш вопрос. Могут быть избранные Богом люди. Конечно. Это вы Наталья Агнина. Вы избранные. Вы избранные. Кто. Написано. Званые. Званые. Да кто. Кого избрал. А кого избрал. Того и позвал. А кто стал избранным. Того-то отозвался. Вы это звали. Значит вы и есть избранные. Вот все просто. Иисус. Спасибо. Благодарю тебя. Но мы об этом еще будем говорить. Дорогой Иисус. Спасибо. Благодарю тебя. Спасибо. Спасибо. Левое ухо исцеляется. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Господь. Я благодарю тебя. Спасибо Иисус. Спасибо Отец. Спасибо Дух Святой. Жить течет. Жить течет. Жить течет. Благодарю. Спасибо Святой. Спасибо Иисус. Спасибо. Спасибо, спасибо У кого-то была закупорка вена Сейчас это закупорка, это им боль Тром Как будто рука просто взяла Это и вытянула Спасибо, Господь, я благодарю Тебя Прямо сейчас исцеляется поясница И как вижу Опоясывающая боль, просто Бог снимает Этот ремень И суд, спасибо Становится легко Вдруг поясница, в районе копчика Там жарко становится и легко Спасибо Тебе, Иисус, благодарю Тебя Свобода, свобода Иисус, спасибо Спасибо, Господь, Ты благ, Ты милостив Благодарю Тебя Спасибо, Иисус Прямо сейчас, я говорю, какой-то есть человек Который при смерти Воскресаешь Бог говорит, сейчас кто-то воскресает из мертв Это как где-то в больнице Это где-то в больнице чудо происходит Просто слава Божия Настолько сейчас Просто Иисус делится Делится тем, что Он делает Делится Аллилуйя, Дух Святой, спасибо Спасибо, Иисус Спасибо, клапана сердца исцеляется Опять это слово Спасибо, Иисус, благодарю Тебя Жить сейчас, жить, жить От макушки до пят Свобода И исцеление Прямо сейчас Кому горле уходит Дыхание становится чистым и свободным Во имя Иисуса Христа Дух Святой, я благодарю Тебя Прямо сейчас Свобода И исцеление Иисус, спасибо Тебе Я благодарю Тебя Сейчас происходит чудо От макушки до пят Все уровни начинают меняться Иисус, спасибо Замена сустава ведет Замена костей Мышь связок Крова очищается Боли уходят Я вижу, как демоны начинают Отскакивать От некоторых людей Просто отскакивать Как будто отсеиваются 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 Как будто ты как Круглупа Тебя отделяет 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 Легко становится Дух Святой Спасибо Вот Увидел желудок У кого-то проблема С желудком Просто Это нервная система Желудок уйдет Просто как свет Вошел в тебя Сейчас Что-то начинает Ты чувствуешь Как тепло Внутри Начинает двигаться Явло исчезает Дух Святой Спасибо Благодарю Тебя Спасибо Спасибо Ты благою Ты милостью Благодарю Тебя За Твое присутствие За Твое силу За Твое славу Аллилуйя Господь От макушки до пят Происходит Исцеление Освобождение Каждого человека Во имя Иисуса Христа Иисус Царь Благодарю Тебя Свобода Свобода Дух Святой Спасибо Благодарю Тебя Жить Жить Течет Каждому человеку Я слышу Сейчас Слово Господа Человек Это не один Человек И У вас Был вопрос Господу Когда ты через меня Начнешь делать Когда ты делаешь И Сейчас я слышу Я предназначен Тебе это делать У тебя уже все есть Ты можешь начинать Двигаться делать Я приготовил Для тебя Для этого Просто Переосмысливая По другому Увидь тебя Начинай двигаться У тебя все получится На некоторый вопрос Некоторых людей Я знаю Что они задают Богу Спасибо Иисус Благодарю Тебя Ты благ Ты милость Я благодарю Тебя За исцеление Чудеса Которые происходят Сейчас Я благодарю Тебя Освобождаются люди От вирусов От инфекций От бактерий От всех паразитов Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Происходит освобождение На всех уровня Души Духа и тела Безумие Шипа Прямо сейчас Моз начинает работать Согласно Разуму Божьего Дух Святой Спасибо Благодарю Тебя Прямо сейчас Свобода Свобода И исцеление Я слышу Вы мои дети Я хочу Чтобы вы жили Как мои дети Видели себя Моими детьми Ходили в свободе Как мои дети Я слышу Мир будет всегда Но вы мои дети Ищите моего Ищите меня Откройте себя Во мне Иисус Спасибо Ты благ Спасибо Любовь Любовь Люблю вас Люблю вас Сейчас Я прошу Бога Я жду Сейчас Господь Будет говорить Какие-то органы Он говорит Нет Я люблю вас Я люблю вас Я люблю вас Иисус Спасибо Не желай Не думай Сейчас происходит Сила Исцеления Думай о Иисусе О Христе Не думай сейчас Не думай о проблеме Смотри сейчас На Иисуса Наталья Вирус Сейчас уходит С тебя Прямо сейчас Исчезает Воспаление Лимфоузлы Исчезают Лимфоузлы Уменьшаются Прямо сейчас Чудо происходит Лимфосистема Меняться Начинает Спасибо Господь Наросты Все опухоли Отеки уходят Щитовидная железа И исцеляется Дорогой Иисус Спасибо За твою любовь И милость Спасибо тебе Спасибо Прямо сейчас Свобода И исцеление Вжить каждого человека Во имя Иисуса Христа Дорогой Господь Благодарю тебя Ты благ Ты милость Спасибо тебе Спасибо Господь За твое присутствие За твое слово Прямо сейчас Властью Имени Иисуса Христа Я утверждаю Царство Небесное В вашей жизни Я высвобождаю Силу Царства Божьего Силу свободы И я говорю Утверждаю Что каждый из вас Исцелен Ранами Иисуса Христа Прямо сейчас Прямо сейчас Лживая реальность Вашей жизни Ваших тел Удаляется И реальность Истины Проявляется Просто так Проявляется Вашей жизни В ваших телах Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Освобождение На всех уровнях Тьма уходит Беззаконие уходит Магия Ковдовство Слова Какие-то проклятия Удаляются Прямо сейчас Отпадает от тебя Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Магнит Не может Прилипнуть К дереву Так от тебя Отпадают Сейчас Эти Магниты Знаете Как Магнит Смотри На жвачку Присунул Мари Прилипло к дереву Вот так Делал Он говорит Смотри Прилипло к тебе Ой Ко мне прилипло Может Ко мне прилипло Он конечно Может А Иисус говорит Нет Этот магнит Тебе не прилипает Там фиксия Там клей Он отделяется И сейчас Жвачку Просто жвачку Убирает И это Пух И отпадает И дьявол И говорит Так что ты меня Дьявол обманул Иисус Да Ты исцелен Вот сейчас Так происходит Исцеление Свобода Господь Я благодарю тебя За чудотворение Прямо сейчас Появляются Новые органы Новые части тела Во имя Иисуса То есть Спасибо Прямо сейчас Бог исцеляет Пальцы на ноге Правой ноги Бог исцеляет Сейчас конкретно Мизинец На правой ноге Человека Исцеляет Боль Мизинца Правой ноге Уходит Иисус Дух Святой Спасибо Иисус Отец Дух Святой Благодарю тебя Ты благ Людям Аллилуйя Слава Господу Слава Господу Слава Всевышнему Слава Богу Ты благ Ты прекрасен Аллилуйя Друзья Слава Господу Ты благ Я благодарю тебя За исцеление Каждого человека Аллилуйя Дух Святой Спасибо Прямо сейчас Артриты Полиартриты Удаляются Во имя Иисуса Христа Начинает двигаться И выравниваться Прямо сейчас Кости Рук Ног Выравниваются Полиартрит Уходит Во имя Иисуса Христа Господь Я благодарю тебя Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Чудотворение Появление новых органов Созидательное чудо Отец Иисус Я высвобождаю Силу Созидательного чуда Прямо сейчас Благодать Царства Силу На появление новых органов Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Появляются Новые органы В твоем теле Появляются Новые органы Новые органы Ложи руку Ложи руку сюда Там где сейчас Нужны новые органы Появляются Новые органы Во имя Иисуса Христа Дух Святой Спасибо Иисус Спасибо Ангелы Чудотворения Сейчас Начинают Приносить Новые органы Во имя Иисуса Христа Иисус Спасибо Благодарю тебя Прямо сейчас Освобождение Освобождаются Люди Которые Заболели Коронавирусом Имя Матурик Там моментально Сила Божия Как Квеник Сметает Легких Этих людей Вирус Сметает Просто Сметает Прямо сейчас Сверхитетственное исцеление Легкие Начинают дышать Самостоятельно Пневмония Уходит Люди Начинают Этого аппарата Искусственных Дыханий Прямо сейчас Вот так происходит Дух Святой Благодарю тебя Спасибо 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 Иисус Спасибо Боль в ухе уходит Звон уходит Стук уходит Шум в голове Удаляется Иисус Спасибо Шейный одел Исцеляется Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Сила Божия Течет Сила Божия Наполняет тебя Присутствие Господа Ощутимо для тебя Не переживай Не забудьте Просто Наслаждайся этим Присутствием Иисус Спасибо Благодарю тебя Прямо сейчас Исцеляется Что-то в животе Исцеляется Что-то Женские органы Исцеляется Инфекция в кишечнике Уходит Опухоль Из живота Уходит Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Живот надут И втягивается Втягивается Прямо сейчас Сверхететельственное Уменьшение веса Во имя Иисуса Христа А тебе спасибо Сверхететельственное Уменьшение веса Вес начинает Уменьшаться Сверхететельно Прямо сейчас Огонь Божий Огонь Духа Святого Пронизывает тебя Ты как в жаре, как в парилке Начинает вода выходить из Тебя Иисус, спасибо, благодарю Тебя Спасибо Господь Ты благ, Ты милостью Спасибо Иисус Спасибо, Отец Спасибо, Дух Святой Благодарю Тебя Аллилуйя Слава и хвала Тебе Спасибо Господь Ты благ, Ты милостью Спасибо Друзья Я, даже если я не назвал То, что, ну Вы понимаете, друзья Бог мне говорит, я больше, чем ты говоришь Вы поймите, что Как обещано в Библии Делает нам, несомненно, больше, чем мы помышляем Несомненно, несравненно больше Несравненно больше, о чем мы помышляем и говорим Больше даже ты не представляешь Насколько ты даже не представляешь Что Бог делает в твоей жизни сейчас И в твоем теле Намного больше, чем ты ожидал Глубже, больше Аллилуйя Да, пишите, друзья, свидетельства Обязательно Это важный принцип Я вчера говорил Вы понимаете, исцеление, это как битва Все равно битва есть Битва в свою концентрацию Это тоже битва в свою роду Перестать думать о проблеме Смотрите на Иисуса, как на солнце Как будто ты смотришь на солнце сквозь облака Вот ты смотришь Облака Солнце, солнце, вот оно солнце Так как же облака Нет, нет, я вижу солнце Вот так мы видим сквозь этих гущих проблем Этих болезней Иисуса С тобой Его рука протягивается В этот момент, когда ты начинаешь концентрировать Фокусировать на нем А не на этом Происходят чудеса Да Аллилуйя Отцеление делится на два акта Толкновение силы Божьей И после Что будет после И вот знаете, ну по факту Мы видим такую Не очень хорошую картину Что ко многим людям возвращаются Ну как бы Симптомы болеть Лена Марина За которую пишет Прямо сейчас уже исцеляется Подживуточной Мечной депрессии Я говорю Когда я молил Читового знания И не только за вас А за тех людей Которых вы думали Вот даже там Иисус исцеляет Обязательно Друзья Напишите Узнать об этих людях Когтио Она потрудилась Позвонила Узнала И оказывается Чудо произошло Напишите Возможно эти люди Даже не знают Что это Иисус для них делал Они вдруг Вот я имел Много свидетельств таких Я помню Свидетельство было одно Мы молились за женщину Она лежала в кровати И не могла встать И вдруг Они решили Она ходит На огороде ковыряется Они говорят Как ты Ты ж болела Она говорит Да я не знаю Вдруг стало легко И она говорит Ты хоть поняла Что произошло Она говорит Ничего не поняла Я им говорю Тебя Бог исцелил Она Может быть Но я ничего не понял Вдруг стало легко Я понял Что меня попустило Наверное Мой организм сровел Я говорю Это нет Не твой организм Это Иисус Мы молились за тебя И Бог исцелил Да Спасибо И начинаем проповедовать И человек кается Так вот Многим людям Ты сейчас позвонишь С ними чудеса произошли Это хорошая Форма для того Чтобы свидетельствовать А реально Друзья Слава Богу Аллилуйя Да друзья Много чудес произошло Обязательно пишите Поэтому Смотрите Второй важный пакт Это твердо Смотрите Это важно У меня люди пишут Что надо делать Чтобы удержать исцеление Первое Первое Ты перестаешь говорить Это слово Удержать Понимаете Слово удержать Связано с травмом Знаете Как этот Шарик с зельем Надули И ты не держишь Унаде рождения И как бы он не улетел Или как этот мультик Про этого Когда Ослику я Пятачок Шарик нес И не донес И ты думаешь Вот как этот Пятачок Улетит Мое исцеление Ты его держишь Вот это Забудь об этом Это Это ложная инструкция Все Страх Нет Откажи страха Ты исцелен еще на кресте Просто Произошел момент Активации твоего исцеления Все Ты исцелен Но что делать Чтобы опять Это не приходило Вы знаете Но это битва Дьявол может Делать так Что опять подойдет У тебя в памяти Осталось это боль Но ты Ты помнишь Как ты болел Ты помнишь Как это было Да Оно никуда не исчезло Оно просто осталось У тебя тело исцелило И дьявол об этом знает Он же лжет Что я говорю Написано Что надо делать Противостать Щитом веры Щит веры Это совокупность мышления Я даровал Со мной все в порядке Я исцелился Все Это мой факт Это моя реальность А я говорю Смотри У тебя болит А просто Что такое боль Это Действие датчиков Нервной системы Которые сигнализируют Главному мозгу Что делаем Что-то не так И Мод Вот День Но ты думаешь Что там День И вот Смотрите Тело исцеляется И датчики Показывают мозгу Что все Ормышат И ты Алли Слава Богу Смотрите Что дальше Делают Но Память о боли Оно никуда Оно просто Прячется в дальний файл И дьявол Что делает Он возбуждает Эту память И опять стоит На первом месте И у тебя появляется Чувство Что у тебя Там опять проблем А тело исцелилось И вот Которые делают люди Они начинают верить Этому чувству Как реальность И как только Они принимают эту реальность В этот момент Открываются двери И опять Дух немощи Выходит Так вот Чтобы этого не было Библия учит Противостаньте Щитом веры Возьмите И выставьте Щит веры Я даров Со мной все хорошо Со мной все в порядке Я исцелен Сатана Ты меня не обманешь И Мне все Фу Боже Отгоните Дух Ложных симптомов Дух ложных чувств Божной боли Вбирайте Я даров Надо бы Три раза Десять раз Сказать Сто раз Скажи С верой Силой Власть Не надо орать А просто спокойно Сейчас Сейчас Ты уходишь Я даров Знаете друзья Это реальные Практические вещи Которые мы делали Не будьте пассивными Друзья Не надо никого Делать виноватым Вообще Какая разница Проповедник Бог Да вообще Какая разница Ты сам Никого не делай виноват Просто Держи Держи За свободу Держи За нее Это твоя Свобода И не дойдя Лобну тебя И просто И когда ты будешь Писать Это только Я и целев Вот смотри Моя печать Вот пиши Пиши У меня Чичат Ищет У меня То У меня Это У меня То У меня То У меня Это Изменилось Что-то Что-то Продолжает Изменяться Что-то Уже Изменилось Аллилуйя Мои Моги Поменяли Все Я увидел Пиши Об этом Это Печать Слава Богу Хорошо Друзья Аллилуйя Так Прекратно Получилось Что Всю Тему Которую Я хотел Дать Я ее Не дал Но те Заготовленные Места У меня Их Только Так Ра Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вотем Девять Десять Один Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать Мест Писаний Целое Учение О силе Молитвы И я Когда Откровение Получил Реально Начал В этом Двигаться Но Найте Так Кажем Вы Рождены Заново Ваше Детство Уже Не существует Вы Взрослые Коудовство Остали В детстве Вы Рождены Заново И все Последствия Этого Узводят Начинайте Смотреть На свою Новую Природу Аллилуйя Смотрите Друзья Это Связано С Яков Пятой Главы 15 по 18 Ключевое место Этого слова Или Был Такой же Как мы Ключ Этого Всего Или Я был Человек Подобный Нам Или Я был Таким же Человеком Как и мы Или Я был Таким же Человеком Как и мы Все Три перевода Или Я был Человек Подобный Нам Или Я был Таким же Человеком Как и мы И Следующий Перевод Или Я был Таким же Человеком Как и мы Все Все Это Учит Учит То Что Сам Делает Для Чего Учитель Учить Учеников Чтобы Ученики Делали То же Сам Учитель Значит Это Возможно Конечно Возможно Если Бы Это Было Невозможно Тогда Иисус Никому Ничего Не Учительные Акции Действия Для Них Потом Снаряжение Идите Молитесь Исцеляйте Делайте То Что Я Делаю А Что Это Реально Конечно Я Для Этого И Пришел Чтобы Научить Вас Как И Мы Как И Мы Все Что И Суд Какие Секреты Рассказывал Лично Ученикам И В том Числе Яков И Яков Потом Начал Писать Это Он Начал Писать Такие Важные В Первой Главе Говорит Когда Вы Начинаете Двигаться В Вере Двигаться В Вере Вы Должны Должны Натолько Формировать Твой Ум Чтобы Не Было Двояще Сего Мышления Это Ему Рассказал Иисус У Тебя Не Должно Быть Никакого Оппонента В Голове Они Будут Конечно Не Будут Но Ты Должен Просто Спрятать Отогнать То есть Ты должен Настолько Формировать Твой Ум Что Нет Никакого Колебания Это Говорил Яков Да Потом Говорит Кто Будет Вникать В закон Свободы Вникать Двигаться В нем Он Увидит Успех Закон В Закон Закон Как Закон Притяжения Это Реальность Туществующего Факта И Потом Яков Говорит Или Был Просто Человек Как И мы Все Как И мы Все Подобны Нам Почему Это Говорит Или Говорит Что Ты Я Мы Деланы Та же Как Или И У Или Не Потому Что У Или Было Он Ж Не Писал Особенное Особенное Помазание Чем У Тебе Вот У Него Было Особенное Помазание Синоптика Это Помазание Синоптика Синоптика Творил Поводу Так Сегодня Будет Дождик 50% Влажности Сегодня Дождик Будет Не Сильный А мелкий А завтра Будет Сильный А после Завтра Ничего Не Будет Такой Синоптик И Все Люди Вау Нет Ну Или Такой Как И мы И у Илли Был Успех И этот Успех Связан Господом И я вам Скажу Более Успех Илли Был Связан Осознанием Своим Личным Пониманием О своей Связи С Господом Вот С этом Был Успех И у нас Такой Жив У нас Связь Ним Богом Даже Больше Чем У И Написано Если У Илли Будет Такой Результат То У нас Тем Более Будет Такой И вот Как Есть Интересных Важных Качеств Которые Были Что Мне Дух Святой Показал Друзья У нас Время Уже Заканчивается Поэтому Я Расскажу Вам Завтра В Прямом Эфире Это Мощно Я вам Говорю Это Молитва Праведника Какой Мет Она Власть И Сил Просто Как Так Ты Это Поймешь Как Только Это Формируется Во внутреннем Мире И Ты Увидишь Себя В Этом В Нем В Иисусе Твои Слова Будут Настолько Реально Иметь Силу Горы Начнут Двигаться Вообще Просто Замечательно Я Тебя У Террион Библия Дана Чем Разогнать Наши Мадги Библия Дана Нам Чтобы Нас Стимулировать Чтобы Ввести Нас В результат Вот Для чего Нам Слово Божье Дано Чтобы У нас Был Результат Она Не создана Чтоб Тебя Еще Больше Прибить Как Гвоздь Молотком А На Тебе Грешник Не Для Этого Библия Была Слово Не Для Этого Чтобы Показать Какой Ты Гад Все Правила Нарушил Дана Была Нам Для Того Чтобы Нас Разогнать Ввести В Уровень Неба Чтобы Мы Вошли В Разы В Гармонию В Жизнь Свободу Вот Чем Значение И Все Слова Направлены Для Того Чтобы Стимулировать Модернизировать Тебя Чтобы Перевести В Тебя В Результат Свободу Свободу Отсутствие Границ Ограничений Чтобы Ты Жил Наслаждался Жизнью Наслаждался А не Думал Когда Я На Небо Бутре Иисус Пришел Да Он Придет Свое Время Это Быстрее Он Пришел Быстрее Он Пришел Но Я Думаю Это Люди Которые Эгоисты Извиняюсь За Выражение А Как Все Остальные Смотри Сколько Их Всех Тут Ну Ладно А Может Бог Придет А Ты Сидишь И Думаешь Когда Мне На Небо Ой У Меня Голова Болит Быстрее 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 Небо Но Я Вам Кажу Друзья На Самом Деле На Самом Деле Бог Приготовил Для Нас Лучше Он Приготовил Нам Драгоценное Обечание Бог Приготовил Для Нас Великую Славу Которую Мы Должны Увидеть На Земле Своей Жизни На Небе В том числе Вы Знаете События Должны Развиваться И На Земле И На Небе Не Только На Небе О Землей И О Небе Так Будет Все Хорошо Пока Мы Здесь Живем На Земле Пока Мы Здесь Живем Мы Должны На Учиться Жить Как На Небе Действительно Земле Реально Это Реально Друзья Реально Слава Богу О Видите Свидетельства Пошли Иисус Тебе Вся Слава Тебе 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 Дорогой Тебе Драгоценной Вся Слава Тебе Аллилуйя Хорошо Друзья Слава Господу У меня уже был звонок Хорошо Друзья Был прекрасный эфир Те что я сегодня хотел сказать Конечно Я запланировал То Но Дух Святой Побудил Мне Говорить Много Важных Вещей Много Очень Хороших Вещей Аллилуйя Женщина живет На вокзале Молились Нога была Ох Супер Молодцы Слава Богу Супер Это вы можете делать Я даю вам такой Знаете Перед тем Как мы Уйдем Я вам даю такой совет Ну такой мой совет Ну я тоже тебе Путь для вас Таким трамплином В действии Будет Иисус Со мной Присутствие Иисуса Со мной Мой вам совет Не думайте Какое у вас Помогание Не надо думать Об этом Или какие у вас Дары Мой совет Вам не надо Одинственный дар Который мы имеем Дух Святой Говорите О присутствии Разгоняйтесь Присутствием Иисуса Начинайте с ним Общаться Говори Друг Царь Господь Друг Для меня Это вообще Мощно Друг Я только Видел Невероятные Я иногда Делал такие Эксперименты Чтобы просто Если бы я Со стороны Смотрел на себя Я думал Заберите Этого Парня Сумасшедшего А я сам Не понимал Вот как бы Движим Знаете На дерзновение Вот знаете Дерзновение Было Просто Иисус Друг Я говорю Знаете Друг слава Друг Просто Протяните Руки И поздоровайтесь А люди Как Просто Водух А не Водух Вы с ним Здоровайтесь А я Доже Что-то Посчитает Я Не знаю Просто Протяните Руки Протяните И И Стреляли И Я Такой Думал Да Друг Реально Дет Стоит Одно Свидетельство Было Такое Ну Я Такая Ситата Я Убегаю Я Хочу Говорить Много И Иногда Я Рассказывал О лодке И 12 Мужиках Которые Смотрели Как Иисус Шел По воде Вот Интересно Что Среди 12 Учеников Мужиков Только один Произвел Дерзновение Вот Это Реакция Это Кстати Ответ На Вопрос Об избранных Ведь Иисус Как вы Считаете Иисус Показал Для всех Это Конечно Для всех То есть Он ожидал Что все Пойдут Конечно Ожидал Что все Пойдут А пошел Кто Один Почему Потому Что Он Он Сказал Я Могу Я Могу Иисус Скажи Мне Иди Я Могу Все А все Стояли На Него И Думали Это Вот Это Его Понесло Понимаете Они В страхе Они Они Начали Только Я Не Могу Я Не Могу А Я Могу Вот Там Все Отличия Человек Который Выступил Я Буду Молиться За Людей Я Буду Я Буду Видеть Слава Боже Я Буду Видеть Потому Что Он Он Так Решил Почему Говорят Я Потому Что Ты Принимаешь Решение Ведь Ты Принимаешь Решение Не Дядя Петя За тебя Принимает Решение Правильно И Не Кот Матроскин Он Не За тебя Даже Я Тебе Скажу И Бог За тебя Не Принимает Решение Ты Принимаешь Решение И Бог Говорит Я Дову Давайте Делайте Давайте Двигайтесь Маленько А Все Говорят Ой У меня Еще Нет Помазания Этого Или Еще Не Наступило Помазание Последнего Времени Делай Это Поверили Потому что Ему Что-то Показалось Или Он Так Думает Да Нет Все Написано В Евангелии Когда Последнее Время Когда Наступило Пробуждение Последнего Время Когда Наступило Когда Когда Иисус Вот он Сезон Новый Сезон Просто Полторы Тысячи Лет Люди Занимались Непонятно Чем Ну Да Темные Века И так Далее Ну Ладно Было Было Сейчас На каком Времени Ты Читай Библию Читаешь Ты Услышал Призвание Услышай Все Никто Не может Остановить Тебя Двести Вперед Аллилуйя Зава Год И вот Знаете Вот это Свидетельство Я Я Проповедовал Казахстане Я проводил Школу Исцеления И в какой-то Момент Я начал Молиться За людей Просто Их Сидел Зал Людей Я начал Во имя Высвобождая силу Говорит То-то Тот Слово Знания И потом Начали Свидетельство И оно И свидетельство Было У одной Женщины Здесь Был Железный Этот Как его Сказать Ну Какая-то Засепка Засепка Я не знаю Как называется Штифт В общем У нее Была Операция Ей делала Операция На сердце Разрезали Ребра А потом Тянули И железную Какую-то Вот такую Прищепку Поставили Ну Не помню Что там И она У нее Выпирала И болела И вот Во время Молитвы Она Исчезла Она Первый Рад На забрании Проповед Говорит Когда ваш батюшка Что-то Батюшка И она Исчезла Нет И все люди Это Как же Она Что это Такое Люди Что я Где я Попал Куда Я Попал И вот Я потом Услышал Это свидетель Это женщина Говорит Я увидел Увидение В этот момент Просто Ты стоял Молил Потом Друг Появляется Сзади Тебя Исус И он Ложит На тебя Руки И вдруг Ты становишься Таким Как бы Красным И из тебя Выходит Красное Облако И оно Начинает Вот так Поднимается И идет В зал И весь потолок Начинает Как бы Облако Красное Пока полностью Потолок Не заполнен Красным Облаком И пошел Дождь Кровавый И в этот момент Люди Начали исцеляться И я Такой Факт исцеления Я до нее Она это увидела И я такой Вот это Это целый Экшен Голливуд Такой Не мог Придумать Ну Супер Слава Богу Голливуд Друзья Слава Господу Слава Господу И вы знаете Вот это Присутствие Иисуса Это все И для нас В этом Наше И помазание Победа Успех Об этом Говорите Разгоняйтесь Этим Этим А не том Какие вы там Помазанные Или то Или это Или Достаточно Силы Или Бог Помажет вас Вот эти слова И Бог Помажет вас А сейчас Что А сейчас Пока Не помазанные Не достаточно Тогда люди Ничего не делают Конечно Они ждут Этих времен Так а сегодня А сегодня Люди Болеют Умер Сегодня Когда ты можешь Взять Слово Божие И нести его Высвобождать силу Молиться за людей Возлагать руки Разгоняйся Есть ключи Которые Дерновень Такие Слова Трамплины Которые тебя будут Поднимать Найди их Внутри себя Я тебе могу Давать советы Которые у меня Разгонят Я увижу То что в Библии То что мне Дух Святой Показывает Для меня Я вам это Просто передаю Аллилуйя Я сегодня Хотел говорить О этом Осеннике Молитва Правильного Имеет большую силу Знаете Там немножко Неправильный перевод Усиленная молитва Усиленная молитва И все думают Что усиленная молитва Это значит Ты больше орешь Это усиление молитвы А до этого Ты просто Поэтому не происходили А когда ты будешь На самом деле Это неправильный перевод Люди Знаете Они читают Они воспринимают Что надо Чичьи А нет Молитва Правильного Имеет силу Такую же Как у Илли Молитва Правильного Имеет Такую же силу Как молитва Илли Вот чем суть А Илли Я думаю Я думаю С этим Я поделюсь Исцеление В Киев Это как На земле Не создавать Становить Становиться Общественными Людми Не дум Как бы сказать Не быть ограниченными Внутри себя Своими Вот он я Такой ограниченный Нет Нет Именно Галина Я писал Давно В эфире Я не знаю Как это делать Рассылки делать Что ли Я не знаю Я просто пишу В эфире То-то-то будет Но Здесь записи Поэтому Ничего не переживайте Завтра Если вы хотите Прямой эфир Прямой эфир Давайте Сила Божья Двигается Через запись Так же мощно Как и В прямом эфире Я говорю О миссии В том Что мы И была идея Создать Такой коллектив Где бы мы Знаете Как убрали Какие-то Несуществующие Препятствия Но к сожалению Их в учениях Так много Сегодня Что Ты этого не можешь Ты этого не то И люди больше верили В том Что не могу Чем могу Вот мы решили Это убрать Мы решили Дать Такую площадь Сформировать Личностного роста Каждого человека Плачатка Учения Снаряжения Практик Поддержка Помощь Создание Коллектива Комната Исцеления Чтобы ты лично рос И у нас реально Люди начали расти В силе Вообще просто Замечательно Вот у меня Днепропетровская группа Она вообще просто Люди замечательные Начинают Там мощные Уже Я уже Я уезжаю Я обычно Поездка где-то там В транах А они служат А они там Чудеса у них происходят Супер Слава Богу Это плод Плод Что есть люди Ученики Которые двигаются И вот эта миссия Создана для этого Поэтому Если у тебя есть Побуждение Желание Двигаться Перед Революционировать То Мы приглашаем тебя Вступай в нашу миссию У нас нет никаких Правил У нас нету Никаких требований Нету никаких Обязательств Нету Мы даже обязательств Никаких не можем Даже Ты должен стать членом Подписать Кровью Расписаться Нет У нас Свобода Мы общаемся Мы друзья Мы просто друзья Друг друг У нас даже Мы даже Не делаем Там Это Наш апостол Максим Волчков Помогание апостола Действовать в нашей группе Какой-то средневеков Честно скажу вам Как будто люди Библию не читают У нас этого нету Мы убрали Зачем это все Это все Отвлекает нас От присутствия Господа Отвлекает просто Зачем это все Не надо придумывать Тебе От того что нет И Мы увидели Эффект Реакцию Рост людей Поэтому в нашем мете Для вот таких Чтобы развивали Вступайте Аллилуйя У нас нету Финансовых Каких-то обязательств Да ничего нет Вообще Нету там Три-десяти Да нету У нас вообще Вообще По поводу десяти Это отдельная тема У нас Мы живем В эру Доброходно дающих Ну так вот сказать Эра Доброходно дающего Тебя побуждает Бог Ну дел Ну нету Закона Что же делать Ты погибнешь Немеса закрыты Нет Просто мы учимся Быть послушным Богу Послушным Побуждай Бог Делай Если у тебя Бог побуждает Других вещах Делай Других вещах Какая разница Но Это не дает условия Ты можешь быть партнером Не можешь быть партнером Ну мы увидели Большую благодать В тех людях Которые становятся Партнерами Мы увидели Что Господь Начинает их поднимать Тоже В служении В деревья Это не мы делаем Это Бог делает Аллилуйя У нас есть много Хороших проектов Программ И ты можешь тоже В них участвовать Аллилуйя Слава Богу Хорошо Друзья Я благодарю Господа За каждого из вас За то что вы терпеливо Выслушали Меня Эти два часа Уже два больше Чем Выдержали Трудно было Но выдержали Если у вас есть желание Финансово поддержать Наше окружение Как Дух Святой Побудит вас Спрашивайте Духа Святого У нас есть Проекты Миссии На странице Группы Миссии Есть координаты Реквизиты Мы Сейчас у нас Проект На корми голодного Мы сейчас Показываем Любовь Христову Любовь Христову К людям О том что Даже Какой бы ни было Ситуация В стране В мире Любовь Никто не ограничен И мы всегда Имеем возможность Давать Благословлять Кормить Исцелять Освобождать Всегда На царство Божие Никакие карантины Не влияют Ну что так Есть реквизиты Вика Гордеева Она Как администратора Она сейчас Занимается Этими вопросами Это есть Нина Жильцова Это по российским Реквизитам И если у вас есть желание Благословить Поддержать Меня Жителя Если Дух Святой вас Побудит Я не ожидаю ничего Я смотрю на Иисуса Но если Господь побудит Вам Если Он говорит Будьте послушны Ему Вы можете Мне в личку написать И я вам Укажу Реквизиты Куда вы можете Поделиться радостью Слава Богу Знаю что Наставляемый Делится С всяким Забросом Наставляющим Я думаю что Библия Это не просто Оказано Имеет силу Значение Когда Наставляемый Делится С наставляющим Имеет большое Значение Для наставляемого Это очень Большое И оказывается Это Даже влияет На результат Наставляемого Да Действительно Друзья Это не передача Помазания Забудьте Слово Просто Здесь идет Умножение Опыта Вот это Важно Этот опыт Становится Значимым Важным Серьезным И ты чтишь Вот это Для тебя Это значимо Твоя память Постоянно Активна В этом Опыте И ты Постоянно Будешь В этом Двигаться Понимаете Есть Такой Интересный Вообще Принцип И очень Важный Библия Написан Для чего Это Это Не для Наставляющих Для Наставляемого Это Для него Для него Важно Потому что Бог Хочет Чтобы Опыт Наставляющих Был Реальным Опытом Наставляемого И Наставляемый Двигался Не меньше Чем Наставляющих Вот Что Есть Очень Мажные Такие Тонкие Вещи Аллилуйя Я Честно Заметил Я Пророчествую Я Слышал Какие-то Пророческие Вещи Слова И Я Заметил Что Ну Это Сразу Говорите Это Никакой Магнипуляции В этом Нет Ну Вот Смотрите Просто Я У 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 Вдруг Появляется Реально Точку Люди Когда Ну Когда Они Начинают Благословлять Ну Не знаю Такой Принцип А до Этого До Этого Тоже Пророчит Вот Тут Что-то Какой-то Манер Не знаю Не то Что Ты Такой Прекрасный Человек Нет Да И Все Прекрасные Люди И Отравить Относиться К Людям Одинаково И Незавидим Они Отчего Ну Вот Что-то Бог Интересные Вещи Делает А Что Друзья Аллилуйя Я Благословляю Вас На Дело Служение И Я Говорю Напоминаю С вами Иисус Он Живет В вас Духом Святым А Он Окружает Вас Он Ангелов Не Только Не То Что Слонит Жить И Все Что Нужно Для Успеха Служения Уже Бог Вложил В тебя Ты Это Имеешь Это Достаточно Аминь А что Друзья Благословляю Вас Всех Благ Господом В ленту Я Эфир Буду Продолжать Я Имею Большую Радость От Того Что Я Делаю Опять же Тему Которую Я Сегодня Хотел Заготовить Я Ее Откажу Завтра Вчера Пересмотрите Пожалуйста Друзья Кто Подключился Да Первый Раз Я Вам Просто Скажу Мои Эфиры Наряжение Святых Наде Служения Я Говорю Конкретно Специфические Практические Вещи Как Разгоняться Как Двигаться Как Дести Все Это Оказывает Большое Влияние И Вчера Я говорил Разница Между душевным И духовной Молитой Я Опять Сегодня Посвятил Этой Теме Дух Дух Святого Видно Еще Не Досказал Вчера Что Надо Было Говорить Сегодня Ну Слава Иисусу Христу Значит Так И Надо Было Завтра Будем Говорить О Продолжении Этой Тематики О Силе Молитой О Как Слышать Голос Божий Слово Знание Различение Духом Как Выходить На Пророческую Волну Как Я Хотел Поделиться С Как Двигаться В результате Вот Ты пишешь Сообщение И Там Происходит Исцеление Вот Как Это Происходит Я Хотел С Вами Этим Всем Делить Как Молиться На Людей На Расстоянии Ничего Сложного Нет На самом деле Абсолютно Бог С вами Дух Святой С вами Вы Окружены Ангелом Служением Это Все Реально Просто Здесь Оттачивается Определенная Способность Ума Тут Мышление Концентрация Создается Определенная Концентрация И ты Входишь В рефлекс Концентрация И потом Просто Легко Будет Ну Нет Напряжения Особого Как Виртуальной Гре Алли Слава Иисусу Христову Так Прекрасно Я вообще Не хочется Уходить Славь Хочется Говорить И говорить С вами Мне уже Там Ждут Собрание Духовного Совета Миссии Не хочется Уходить Хочется Что Вам еще Рассказывать 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 Как Прекрасно В режиме Жить Спасибо Иисус И одна Это ты Даешь мне Желание Это ты Даешь Желание Ты просто Хочешь Ну Побудь Ними Еще Немножко Ну Расскажи Им Что Нибудь Я так Хочу Чтобы Они Еще Что То Сделали Что То Услышали Чтобы Начали Делать Это Наконец Давайте Давайте Уже Это Делать Аллилуйя Хорошо Хорошо Друзья Хорошо Друзья Все Вы услышали Сегодня Пересматривайте Эфир Просматривайте Просмотрите Школу Исцеления Мы еще Будем делать Школу Исцеления Это важно Я думаю Количество Людей Увеличится И Я Ну Я Засвидетельствую Я Вот Только Проводил Школу Результативность Эффективность Служения Возрастает Мощно У людей Потом Ну Четно Не потому Что Ну Я уважаю Некоторых Служителей Они Там Люди Как будто На небо Попадают Вроде Ходить Ну Круто Лава богу Ну Я Не ходил Нигде Я Зачем Директор Божия Ну Я Но Я Хочу Говорить О Практических Вещах Которые Происходят Здесь В омышлении Вот Это Важно Понимаете Это То Что Может Делать Каждый Каждый Уверовавший Во Христа Ведь Марка 16 18 Говорит Провождать На Меде Ну Все Всех Всех Все Не Особенных Которые Там Где-то Были Или Знаете Зависимые Если Он Тебе Повезло Помазанник Коснулся Тебя Помалую Тебе Еле О Этому Человеку Повезло И Все Завидуют Твоему Помазанию Знаете Вот Такое Неравновесие Началось Вот Это Знаете Такое Неправильное Вещь Неправильное Нет Неправильное Должно Быть Гармония Должны Все Мощно Двигаться Да Понимаю Опыт У кого-то Будет Больше Меньше Но Бог же Присут У всех Людей Одинаково Одинаково Просто Это Навык Навык И я Благодарю Господа Что Он хочет Чтобы Этот Навык Стал У всех Вас Да Это Будет Аллилуйя Хорошо Друзья Все Благословляю Вас Во имя Пишите Свидетельство Слава Богу Аллилуйя Иисус Мы Воздаем Тебе Всю Славу И Всю Хвалу За Все Чудеса За Все Свидетельства Славы Великую Славу Тебе Господь Аминь